Виталий Иванович, речь ведь не о ремонте дорог и не о замене труб, а о закупках лекарств для льготников, для тяжело больных людей. Понимаете разницу? Дороги у вас, кстати, тоже не делал. Я направляю материалы в следственный комитет. И не сюда, а к нам, в Москву. Они пришлют бригаду и разбирайтесь с ней. Сергей Викторович, напрасно вы так. Не по-человечески как-то. Вы еще скажите не по понятиям. Ну что вы, мы тут как раз хотели для вас... Всего доброго. Пиво. Доброе утро, Калининград. Сегодня у нас ясная солнечная погода. Летнев. На часах 8.35. Третий раз будильник выключаешь. Завтрак сам приготовишь. Каша, не стави яйца в холодильнике. Я опознаю. Каша, яйца, борщ бы сварила. Летнев. Это тебе не столовая, а я не кухарка. Потом борщ с утра. Это мувитон. Вставай. На работу опоздаешь. Летнев. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Привет. Ну что, все в силе? Да, все в силе. Тогда не опаздывай. Хорошо. Я тоже с работой отпрашиваюсь. Да. Только не подведи. Встретимся в шесть. Хорошо, хорошо. Литнёв, хватит болтать. Проводишь его? Да, извини. А кто это? Я не могу говорить. Из охотничьего клуба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кабинет не забудь. Ира, может, ну и в этот кабинет? В прошлый раз, когда ты сидел в своем архиве, тоже спрашивал, зачем уходить. Делаешь, что сказано, и все. Когда вернешься? Часиков в девять. Почему так поздно? Так собрание же. Эти, звонили из клуба. Ну ладно. А теперь о погоде в столице. Сегодня ожидается облачное с прояснениями погоды местами осадок. Температура 20 градусов выше нуля. Давление в норме. А теперь к новостям. Правительство Московской области утвердило план по реконструкции исторических мест, имеющих туристическое значение. На это будут выделяться специальные гранты из бюджетных средств. Да, слушаю. Привет, это я. Дамысь, привет. Привет, слушаю тебя. Чего трубку не берешь? Извини, в ванной был. Да, у нас все в силе. В двенадцать перезвоню, будь на связи. Хорошо, хорошо, хорошо. Слав, кстати, я еще один вариант наш. Слушай, давай тебе перезвоню, у меня вторая линия. Ладно, ладно, хорошо. Доброе утро, Жанночка. Слав, ты что, уехал? Извини, не хотел тебя будить. Блин, а как я уведу? Да никакие проблемы, Жанночка. Заклупни ты или все? Да, и спасибо за завтрак. Пожалуйста. Паша, я же предупреждал. Не звони утром, когда Ирина дома. Извини, я забыл. Ладно, ладно, ладно. Чего вечером будешь пить? Вечером? Я не буду. Опять начинается. Не хот… Скажи сразу, водка или коньяк? Виски. О-о-о-о-о. Субтитры создавал DimaTorzok Не-не, только началось. Сколько? Субтитры создавал DimaTorzok Не помешает? А, да нет. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Присаживайтесь, пожалуйста. Может быть, кофе? Субтитры создавал DimaTorzok Гамлет в студии играл. Быть или не быть. Вот в чем. Вот в чем. А, вот в чем. Быть или не быть. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Быть или не быть. Вот в чем дело. Да. Ну что, сериал смотрим? Нет. Рассказывай. Лучше бы дело в суд направил. По трём нарушениям срока. Ну, по двум. Одно завтра скину. Да его надо было направить две недели назад. Неужели не понятно? Ну, это адвокат специально там тормозил. Ну, говори мне, в законе нет ссылок на адвоката. И имей в виду, до конца недели не направите, выгоню к чертовой матери. И никакие связи не помогут. Понимаешь? Да и… В том числе не очень. Судья настроен атипично. Боюсь, без оборотных средств не обойтись. А оборотные средства это как? Это денежные знаки любого экономически развитого государства. В принципе, пойдут даже юани. Погодите, какие слабые позиции? У нас все бумаги в порядке. Закон на нашей стороне. Сергей Сергеевич, закон может и на нашей стороне, но судья на той. Поэтому подстраховаться не помешает. С каким образом? Это на минуточку статья. Разумеется. Если поймают. А если пойдете вы или я, так точно поймают. Поэтому пойти должен кто-то другой. Кто? Да как вы это объясните, Вячеслав Андреевич? Минутка. Во-первых, Сергей Сергеевич, начнем с того, что я вообще не должен был этим заниматься. Патрионизм не мой этим. Во-вторых, меня попросили организовать поездку буквально накануне. Каким образом я успел бы провести тендер? Понятно, я обратился к первому попавшемуся перевозчику. И заплатили ему в два раза больше. Алло. Вячеслав Андреевич? Будьте любезны, перезвоните. Обстательства изменились. Я сейчас занят. Чуть попозже. Я сам наберу. Спасибо. По-моему адекватная цена. У вас нет интернета? Причем здесь интернет? Я просто не успел бы ничего сделать. Понимаете, а потом с меня же бы и спросили, почему призывники не поехали по местам боевой славы. А кстати, о призывниках. Сколько их было? Да я точно не помню. Там порядка ста человек. На трех автобусах там в акте все указано. Я видел. Вот только водитель утверждает, что был всего один автобус. Может он что-то перепутал? Боюсь, нет. То есть вы хотите сказать, что я присвоил эти деньги? Здрасте. Здрасте. Вячеслав Андреевич, специалист. Вот мой телефон. Я ввел Вячеслава Андреевича в курс дела. Так, конечно. Вот здесь все, что нужно. Постараюсь вам помочь. До свидания, до свидания. Подождите, а вы куда? Сергей Сергеевич, не волнуйтесь, все будет в порядке. У меня к вам только одна просьба. Не нужно ни с кем делиться своими положительными эмоциями. Вы меня поняли? Ген. Ген. Да, слушаю. Здоровенько. Виталий. Не отвлекай его? Привет. Не очень, говори. Как спина? Нормально, нормально. Ну, слава Богу. Слушай, тут к нам ревизоры наглянули. Сумасшедшие. Какие ревизоры? Да ваши московские. Так, и что? Нашли ерунду какую-то по лекарствам. Вам, должны вам передать. Бригаду обещали прислать. Ты бы не мог там проконтролировать. Чтоб нормальные люди приехали. А мы встретим. Уважим. Что, серьезные материалы? Не, ну, сам знаешь время какое. За любую хрень, ногой по импичменту. Ладно, прикину, перезвоню. Уж постарайся. А. Ну чего, здесь все нормально. Можно передавать в суд. Ты у себя спрячешься. На всякий случай. Чего там, проблемы? Да. Родственник Дальний звонил. Из Великозельска. Он там мэром. Ревизоры чего-то накопали. Нам передадут. Просит, чтоб людей лояльных прислали. Надо к Харитонову отправить. Он сейчас не очень загружен. Я ж говорю, лояльных. Харитонов там точно какой-нибудь приземлит. Ну да. Не откажешь ведь. Они там сестру жены пристроили на хорошее место. Так можем со стороны кого-нибудь отправить. Имеем право, подпишем приказ о командировке. Объясним задачу. Все. А это мысль. Есть у меня человечек, правда, в Калининграде. На стажировку приезжал. Мы с ним тут сдружились на почве охоты. Попробуем. Ну, с другой стороны, Ирка, если ревнуть, значит любит. Ну, достала меня эта любовь. Устал уже я. Сегодня страгиваю при ее воплях этих. Все. Я решил. Сегодня ей точно изменю. Прям на зло. Ну, че? Разводись. Опять звонит. Ох, какая достала. Да-да. Нет. Алло. Здорово, Антон Романович. Узнал? Ну, че, узнал, узнал. Есть к тебе предложение. Как к туризму относишься? Ага. К командировочку надо съездить. Так это же начальство надо у меня. Решим вопрос. Так у меня три живых дела сейчас. На недельку в Великозельске. Если справишься, возьму к себе в Москву. Ну, хорошо, хорошо, я спрошу. Антон. Да. Рассчитываю на тебя. Так точно, есть. Хотят в коммунировку послать? На курорт? Да не, в дыру какую-то. В Великобельск, Велик… Великозельск. Великозельск. Не, ну его нафиг. Ну, с дальнейшей перспективы на Москву. Другое дело. Угу. Поезжай. Если Ирочка разрешит. У меня ведь всегда свои планы. Она тебя сегодня не вычислит, случайно? Да нет. Ты чего? Я следы загнал. Четко. Конспиратор. Ах, вот что у тебя за собрание. Ира, я на работе. Так, выгружаете сотрудники? Ах, ты стебел! Все по местам! Я на работе! Я тебя ждал, агент! Выгружаюсь! Я на работе! На работе! На работе! На работе! Вот так! Позоришь меня перед темным грядом! У нас действительно… У нас действительно… У нас вообще молчит! Я понял. Ира, слушай, ну… Я понял, если бы не я, а? Ну, быстро собирай свои шмотки. Буду ждать тебя в машине. У нас действительно… Молчи, я сказала! Разговор будет серьезный. Вот. Попили пивка. Не ожидал. Ну, да. Сейчас. Да. Алло. Геннадий Федорович? Ну, говори. Вы это, по поводу командировки-то, серьезно? Да. Поздравляю вас, Сергей Сергеевич! Поздравляю! Я же говорил, что все будет хорошо! Спасибо вам! О! И меня благодарите! Закон! На, Макс! Твоя доля! Ну, что покрупнее? Купюр не нашлось? Не, покрупнее не нашлось. Да. Ну, что, как говорят, в спорте побеждает сильнейший. Пятнадцать восемь в нашу пользу. А что ты так радуешься? Это не спорт? Да ладно, что ты переживаешь. Мы же честных людей от не обуваем. Амур, пусть платит. Но, если что, как всегда, вернем деньги. Я, кстати, еще один вариантик нашел. Но ставочка побольше. Раз в пять. Опа! Есть один серьезный человек. Бронин. Вроде как бизнесмен. По кличке Слебень. Не слыхал? Да. Его сынок попался на хранение наркоты. Первый раз. Там без вариантов будет условно. Но папаша желает подстраховаться. Макс, по поводу темы с Пронином, пока не надо. У меня ревизия. Подозревает в нас. Да, один козел. Что ты действительно расстратил? Ну, не то чтобы. Ну, как обычно. Пришлось по-быстрому освоить. А то другой год не дали бы. Понимаешь? Там одна история, здесь другая. Они не пересекаются никак. Если не будет обыска и следственных действий. Слушай, я тебе как юрист юристу говорю. Здесь реальные бабки. Ты с ними неуязвим. Если, конечно, ты уж прости меня, если ты не оставишь свою Жанну, она тебя до нитки разводит. Да, знаю я. Где же лучше-то найти, не честно. Все такие. Закажи мне бажиле и карпаччи из осьминога. Занька, бажиле летом не пью. Это синяя вина. Давайте я сам скажу. Это тебе. Что такое, не понравилось? Понравилось. И что? Ну, просто девушки больше любят колечки. Зайка, я тебя умоляю. Зачем? Ну, так хорошо. Уже целый год хорошо. Лишнее. Зай, лишнее. Вот если ты меня обрадуешь наконец-то? Слав. Да? Я фигуру испорчу. Начинается. И я хочу еще поработать. Ну, понятно. Давай я в Лондон съезжу, а потом поговорим. Какой Лондон? У меня подруга в Лондон едет на дизайнерские курсы. Туда вообще не попасть. А у нее одно место освободилось. Вот только надо срочно проплатить. Зачем тебе Лондон? Я же не собираюсь всю жизнь работать вешалкой для одежды. Сама разрабатывать буду, линию открою. Я понимаю. Слав. Угу. Такого шанса может не быть. Угу. Сколько надо? Ну, много. Ну, много понятия такое растяжимое. Много. Ну, очень много. Ну, Слав, это того стоит. Слав. Ну, Славочка. Хорошо. Закажи Гаве. Кого? Легкое белое вино. Угу. Я сейчас. А ты куда? Позвонить надо. А, алё, Макс, слушай, там этот вариант попронен в силе еще? Ну, конечно. Давай, заряжай. Так ты же отказался? Ну, обстоятельства меняются. Меняются. Теперь тебе это надо? Теперь надо. Давай. Давай. Давай, давай. Пока. Через Москву летишь? Ну, да. Потом поездом или Козешком. Угу. Слушай, Тоха, ты не захватишь кое-что в Москву? Чего? Там людям одним хорошим помочь нужны проблемы у них. Ничего чего не томи. Камушки необработанные из Израиля. Чего, бриллианты? Чего ж ты орешь-то? Ну, да. И что же это за хорошие люди? Люди как люди. Я же говорю, проблемы у них. Ну, тет, с твоими корочками вообще никто проверять не будет. Ты в уголовный кодекс заглядывал? На срок смотрел? Да. Ну, так риска-то никакого. Да при чем тут риск? Я представитель власти. И честь мундира для меня не пустые слова. Ну, хорошо. Кстати, вот в мундира спрячешь. Паша. Ну, подожди. Ну, ты подумай. Это же камушки, не железо. Они не зазвенят. Паша. Подожди. Послушай, я же тебя не просто так прошу, правильно? Ты за эти деньги три квартиры снимать сможешь. Паша. Посмотри. Я мундир марать не буду. В костюм спрячу. Добрый вечер. Тут с горкой. Я очень надеюсь на вас. Конечно, конечно, Анатолий Сергеевич. Мы все сделаем. Думаю, вы понимаете, что это мой сын. Ну, как не понять. У нас тоже дети будут. Последнее теперь уже зависит не только от вас. Паша. Ты понял, о чем я сейчас? Угу. Ну, как? Чтобы появился ребенок, нужна еще и женщина. Дурак ты, Макс. Если что, на. Ты все запомнил? Да что тут запоминать-то? Кафе «Алмаз». Восемь вечера. В столе купано. Только приди пораньше, закажи что-нибудь, чтобы не вызывать подозрения. Ой, не учи. Не первый год в органах работаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Антон Романович. Да? Мы вам, конечно, полностью доверяем. Но это все, что есть. Так что, пожалуйста, не потеряйтесь. Не потеряй, конечно. И не пропадите. А то, знаете, у нас один пропал. Нашли через шесть месяцев. На Бали. Мы всех находим. Извинился, конечно. Туда-сюда. Бес попутал. Камушки-то вернул. Ну, за морольный ущерб, конечно. Да. А теперь он где? Кто? Курьер. Какой? Ну, этот, на Бали. А, да, на Бали здорово. Рыбалка там классная. Я сам-то не рыбак. Но однажды на удочку, на живца, вот такой акул поймал. Вот она, вот у него пасть такая. Так что, я вам очень советую. Будете там, обязательно порыбачьте. Давайте. Ну. А? Не подведи. Ага. Стой. А? Твои Ирка карманы проверяет? О, еще как. Пускай лучше у меня полежит. Не дай бог найдет. Я тебе в аэропорт отвезу, там передам. Фух. Все. Спасибо. Давай. Антон Романович? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Аднина Федоровича. Угу. Пошу. Сразу к нему поедем. А, я вас хочу попросить на вокзал заехать. Там в камерах ранения вещи оставим. Ну, чтобы с собой не возить. Хорошо? Ничего, оставим в багажнике. Вечером вас отвезу. Да нет, нет. У меня вечером будут еще другие планы. Я с собой возьму. А, ну, как кажется. Да. Командировочные. Угу. И материалы привези. Ну, посмотришь там на месте, вызовешь кого надо. Ну, ты знаешь. По-моему, чай есть. Палку только не перегибай. По итогам, желательно вынести отказной. А если дело серьезное? Ну, так и благодарность будет серьезная. Разберемся. Если что, звони. Я тебя тоже буду тревожить иногда. А вообще Антон, неспокойно мне что-то. Неспокойно. Что? Давай еще. Да нет, нет, я уже все. Да ты пей, пей, не бойся. Да я… В поезде выветрится, мы тебе целое купе выкупили. В соответствии со статьей 228.1, частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить Пронину Александру Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Заключить Пронина Александра Анатольевича под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение десяти дней со дня провозглашения. Слава, я сейчас у шефа была, к нему пришли из следственного комитета, про тебя говорили. Дело уголовное, обыск. Шеф сказал, что ты по делам уехал. Я понял, спасибо. Занька, я ее приеду. Давай лучше к тебе. Нет, ко мне нельзя. К тебе позже объясню. Ладно, жду. Все, давай пока. Слушай, у меня проблемы, я пока у Жанна отсижусь. Жаль, я хотел к тебе заскочить, закрыть наш вопрос. Давай завтра. Ага. Что там на суде? Да нет, в суде все нормально. Так. Условно дали, как я ей говорю. Хорошо. Ладно, пока. Все, давай, пока. Позвони, как сможешь. Он к Жанне едет. Кто это? Это его девчонка, модель, он ухаживает за ней. Вечерком заглянись. Ну все, спасибо, дальше я сам. Я подожду? Да нет, не нужно. Чемодан на вокзале, я потом на метро доеду. Хорошо. Счастливого пути. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас кто-то ожидает? Мне нужен столик купанов. Пойдемте, я споняжусь. Пойдемте. Это во втором зале. Пойдемте. Эй, Чурбан, очки протри. Ча? Сам ты Чурбан? Эй! Пойдем, выйдем. Пойдем, выйдем. Документики предъяви. Убили! Ты что, сдурел? Ты же не у себя дома! Не трогай ничего. Загнется, а тебе ж менты и предъявят. Петь, в скорую вызови. Так, понял. Спасибо, Витек. А это кто? Витя, сосед. Дверь напротив. К нему сейчас постучали, спрашивали, где я. Повестку оставили. Но не уехали. Сидят во дворе, ждут. И что делать? Не знаю, Занька, не знаю. Слав, из любой ситуации всегда можно найти выход. Да-да. Подумаешь, сто тысяч. Вон люди миллиардами воруют и ничего. Гуляют. Это твой первый залет. Чего? Да. Ну, тем более. Поэтому, чем раньше сдашься, тем лучше. Жена, ну какой ты бред сейчас говоришь. Ну, бред. Чем раньше сдашься, тем лучше. Ну, Ерунда, бред какой-то. Ушла. Ну, еще скажи, чем раньше сядешь, а раньше выйдешь. Ну, ты чего? Все, успокойся, все будет хорошо. Ты же у меня такой креативный. Его сильно? Да, похоже, упал неудачно. Жить будет. Ну, не исключено, что жить плохо. Надо родным позвонить. Из больницы позвонят. Поехали. Что-то опаздывает. Ничего, ничего, подождем. Если не придет. Что значит не придет? У него что, ног нет? Ты ждешь кого-то? Кто там? Жан, это я. Мне Слава срочно нужен. Слава! Черт! Слава! КОНЕЦ СТОЯТ! Стой, 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 стой! Далек себе, подрось себя, друг. Пожалуйста, далек себе, подрось! Фу! Козел! Ты что, с ума сошел? Помогите, еле стою. Что стоит? Живот прихватило. Я скорую вызвал, чувствую, не доживу, поэтому сам побежал до больницы. Где болит? Мне живота вот здесь режет. Слушай, слушай, тебе в инфекционку надо, а мы в пятерочку едем, она общая. Иваныч, аппендицит похоже, тут на минуту еще. Лучше забрать, чем потом отписываться. Вот, Иваныч, я сдохну сейчас, ребят. Ладно, посади его. Ребят, скорее, 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 скорее. Сейчас умру, сейчас умру, сейчас умру. Садись. Ничего не трогай. Быстро не поедем. Почему быстро не поедем? У нас черепа мозговая. Вон он, скорую сел. Скорее, 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 скорее. Слышь, козел, брызь с дороги, сейчас шины прострелю. Да успокойся ты, сейчас на девяносто. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, 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 ты чё? Успокойся. Командир, приятного аппетита. До центра не попросишь за пятьсот? Садись, прошу. Плетнев Антон Романович. Следственный комитет, следователь следственного управления командируется в город Великозильск для проведения проверки по материалам учетных палат. Еще на один срок себе заработал, идиот. Что-что? А, ничего, ничего. Блин. Скажите, а у вас мобильника не будет позвонить? Балтишок! Не вопрос, деньги есть. Алло, Занька, я... Нормальные мужики так не поступают. Жанна. Ты вообще знаешь, что они со мной сделали? Жанночка, а? Если бы меня изнасиловали. Урод. Занька, я... Мне плевать. Катись ты куда хочешь. Ползай дальше по своим трупам, червяк. Алло. Спасибо большое. Командир, давай на вокзал. А? Да не вопрос. Вы гаденыш, а? Сюртук поганый. Не, говорил, с ментами работать нельзя. Говорил, нет. Так, может, еще подождем? Поехали. Макс, привет. Я из автомата. Что там случилось? Слав, ну... Слав, ну извини. Ну, прошу тебя. Ну, они мне ствол в бок приставили. Ну, что ты ту родину продашь? Короче, они тебя ищут. Ты отсидеть где-нибудь недельку. Я что-нибудь постараюсь придумать. Ну, в докассацию подам. Ну, найду шаги какие-нибудь, если, конечно, слепим другого адвоката не наймет. Погоди, погоди. А что там на суде-то? Ну, что, что, что? Судья ждала квалификационную комиссию. Они ее, как черт ладана, боятся. Ну, и перестраховала, сдала реальный срок. Йоксельмоксельмакс. И что теперь делать? Ты, главное, не светись. Умоляю тебя, отсидись где-нибудь. Ладно, что-нибудь придумаю. А пока вот что. У меня просьба. Смотайся в пятую больницу. Мне позвони. Туда час назад доставили мужика, такого родственного, с черепной мозговой. Узнай, как он, что, чего. Я тебе, как только будет возможность, перезвоню. Подожди. Пока. Давай. Ты что? Уважаемый. Вижу, по автомату звонишь. Мобильничек приобрести не желаешь. Выбор богатый, сыной не обижу. С симками? Есть и симками. А за мной потом не придут? Ну, это смотря, как далеко уедешь. Ну, давай. Выбирай. Я возьму этот. Да. Давай. 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 Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Паспорт, пожалуйста. Следственный комитет. Командировка. Угу. Попробуй. Ха-ха. Кашмар. Да, сейчас секунду, секунду. Что желаем на завтрак? Ужинать будем? Нет, спасибо, ему сейчас не до ужина. Как хотите. Значит так, сундуральная гематома. Перелома вроде нет. Ну и закрытая черепно-мозговая травма. Алкогольная... Почему глаза открыты? Потому что человек видит не глазами, а мозгами. Если мозг не работает, неважно, открыты у него глаза или закрыты. Может быть, тогда закроем? Нет, но это еще рано. Бит, соточку не выручишь? Соточку чего? Рублей. Задолбался на этой альтернативной службе. Куда деваться? Лучше вон кого-то возить на носилках, чем тебя повезут. Спасибо, Гена. Спасибо. Конечно, все сделаем. Да. Человек выехал, будет послезавтра в одиннадцать утра. Встреть, все подготовь, гостиницу, кабинет. Хотя нет, гостиницу не надо. Лучше дом найди хороший. Программу продумай. Он охоту любит. Так не сезон еще. Ну, сделай так, чтобы был сезон. Может, это? Понаблюдать за ним? Не надо. Гена сказал, человек нормальный, адекватный, понимающий. Хорошо встретим, хорошо проводим. Да? Ну, наконец-то! А позвонить нельзя, или у тебя опять собрание? Да пошла ты, дура! Что? Гена... Ты гад! Скотина неблагодарная! Ничего не... Я тебе покажу, дура. Я спрашиваю, где он? Да не знаю я! Послал меня, понимаешь? Меня, который его человеком сделала, из дерьма вытащила. Только верни степей. Конечно, послал, нахрен-то ему нужна такая. С такими деньжищами он себе новую найдет. Спокойную. Какими деньжищами? Алмазы он помыл у одного крутого мужика. Ну, кстати, он в машине сидит, пойду отчитываться. Ну, что? Трубку снял, но тут же бросил. Имею в виду, не найдешь своего дружка? С тебя спросил. И не вздумай сам сленять. Николаич, ну что, я с ума сошел, что ли? С телефоном его я договорюсь, если не выбросят, проследим. Симку по-любому сбросить. Ну, а кредитки и билеты возьму на контроль. Телефон можно и без симки выследить. Да, Антон Романович. Никуда ты от меня не денешься. Добрый вечер. Юр, ты чего? Добрый. Простите, что без приглашения. Здравствуйте. Машина такая, большая. Меня Ирина зовут. Николай. А вы, случайно, не моего мужа обсуждали, нет? Да, случайно ваша. Только совсем, совсем чуть-чуть. С возвращением. Так, прощайтесь. Спасибо, Янек. А что так? Это же расслабляет. Сверху вниз. Да ладно, выпей, от чистого сердца же. Дорога длинная, а так в один миг пролетит. Я сказала, не пью. И как же нас зовут? Или это секрет? Вот это, например, Сашок. Я Витя. Ты куда, безымянная? Пусти. О, вот такие. Здесь вообще-то не гостиница. Я доплачу. А что вас не устраивает? Попутчики. Они пьяные. Я, конечно, сочувствую, но в нашем лохоне свободных мест нет. Терпите. Ну, а если бы искать повыше? Ну, разве что только в шестом? Ну, с пассажиром красиво будете договориться сами. Какой кошмар. Ой, блин. Ой. Кто там? Проводник. А, сейчас, секунду. Да? Извините, ради Бога. Случайно продали два билета на одно место, и человеку теперь негде ночевать. Вы не могли бы его пустить? Ну, пожалуйста, если только не храпит. Я не храплю. А, пожалуйста, конечно. Спасибо, Аша. Спасибо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Спасибо. Присаживайтесь. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 одежду и убежал. Эта бригада во всё виновата, недоследила. А у вас там что-нибудь ценное было? Я не помню. Знаете, вам нужно поспать. Ночью приходят, спят машины, игрушки в магазинах, смолковь всё до самого утра. Залезай под одеяло, завтра будет всё сначала. Спи, спи, мудряковый лес. Спи, 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 а я посижу здесь. Настя, что вы пишете всё время? Интересно. А я как раз одна из тех, кого вы не любите. Я журналистка. Ай-яй. Простите, я в хорошем смысле это услуг. Ну, в смысле, что среди них тоже есть приличные люди. Среди вас, блин. Извините. А где вы печатаетесь? Я раньше была в штате местных ведомостей, а теперь так, в свободном плавании. А в Москву зачем плавали? За правдой. Батюшки мои, в Москву за правдой. Нашли правду в Москве? Да не особо. Я узнала схему, по которой воруются деньги, выделенные на лекарства для льготников. Опубликовала эту информацию в интернете. Приехали, ревизоры проверили, но мне кажется, что это дело за мноту. Вот я хотела устроить, пристроить эту информацию в какое-нибудь солидное издание. Удалось? Да не особо. Так, сказали, что такое сейчас полно и вообще не тот масштаб. Но я не жалею, что я съездила. Надо же было хоть что-то сделать. А кто ворует? Настя, а кто ворует, Настя? Спокойной ночи. Завтра будет все другое, новый день, свои герои, главное, себя не потерять. Нужно только сил набраться, Так что ты теперь давай-ка спать. Спи над рекой и лес. Спи, 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 а я бы сижу здесь. Спи, я еще бы сижу здесь. Эй, парень, парень, а ты это, ты правда ни хрена не помнишь или придуриваешься? Не, не помню, а че? Че? Да компания себе ищу. Мне на волю пока совсем нельзя. Если беспамятным прикинуться, то можно и перекантоваться, там, на социальной койке или психушке. Пока не вспомни, не имеют права выпустить. Даже башку пришлось разбить, больно, а одному с дуриками-то плохо, даже поговорить не с кем. Че, их как звать не помнишь? Не помню. Да, здорово тебя приложили. А ты, главное, под себя не ходи. Помнишь, как надо? Сверху, вниз. Стульчак поднят, стоя. Стульчак вниз, сидя. Туалетная бумага на полке. Зубная щетка синяя, моя. Ну ладно, давай. Спокойной ночью. Стульчак синяя. Стульчак стоя. Синяя на полке. Синяя моя. А вы где остановитесь? Пока не знаю. Наверное, в гостинице. Есть в Великосельской гостинице? Есть. Одна. Одна замечательная в Великосельской гостинице. Ну вот, наверное, там. Пока не знаю. Ну, если будут проблемы, вы звоните. Хорошо. А какой у вас номер телефона? Я тебя запрошу. Я не помню. Я недавно просто номер поменял. Поэтому еще пока не запомнил. Наберите себя с моего. А я потом забью, и будет удобненько. Ага. Сейчас. Должен пойти вызов. Есть? Да. А это мой телефон, да? Ну, хорошо. Хорошо. Вы не волнуйтесь. Главное, вы живы. Как ваша фамилия? Я родственникам сообщу. Я доктор. Вас как зовут? А это кто? Тоже доктор. Вы что-нибудь помните? Помните. Ну, отдыхайте. Отдыхайте. Выйдем. Здрасте. Здрасте. Хорошо, что цветы купили, да? Лучше бы мы коньяк купили. Он мужик все-таки. Мужики тоже внимание любят. Ну, да. Завтра в пять заберете его. Поедете на охоту. Он это любит. И не дай бог вам проспать. Так а если мы ничего не шарим в охоте? Ну, если только гранатометом. А вам и не надо шарить. Ваше дело комфорт и безопасность. А охотой будут заниматься другие люди. И чтоб все было хорошо. Головой отвечайте. Не, ну тогда лучше его. Он на ослабе у племянника башкой унитаз расколол. Крепкая. Мне не до шуток. Я за весь город отбываюсь. Ты был правда расколол? В натуре расколол. Собрались. Собрались, я сказал. Собрались. Спасибо. До свидания. Всего хорошо. До свидания. Спасибо. Привет. Здравствуй. Ну, до свидания, Антон. До звонка. Конечно. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Все, хорошо. Быстро, это акси, недорого. Нет, я пока не знаю. Не решила. Понял? Это папочка. Антон Романович? Да где же он, а? А как он выглядит? Ну, пиджак такой синий, солидный. Вот же он. Антон Романович? Антон Романович. Антон Романович, это вы? Это вы? Это я. Айр. Плетнев, да? Следственный комитет. Да, да. Ну, мы вас ждем. Спасибо. Очень приятно, очень приятно. Коля, чемодан. Взаимно. Как добрались? Хорошо. Ланцов Иван Михайлович, заместитель мэра, так сказать, по общим вопросам. Плетнев, Антон Романович, следственный комитет. Прошу. А кто это был? Попутчик. Очень хороший человек, уступил мне место в купол. Конечно. А кто бы на его месте не уступил такой симпатичной девушке? Он не знал, кому он уступает. А что он там с этими братками делает? Не знаю. Сказал, что по линии Министерства культуры приехал. Ага. Министерство культуры. Э, командир. Что тебе? Еще раз здесь увидим, колеса проткнем. Понял? Слушай, я не понял, мы что, похожи на бомбилку? Да ты хоть на самого Ленина походи. Будешь увозить клиентов. Артуру скажу. Понял, козел? Я тебе сейчас ноги перелагаю. Поехали. Простите, мы больше не будем. Ради бога, извините, дикий народ. Да я понимаю. Скажите, а мы можем через обувной проехать? А то я что-то ноги истер. Безусловно. В обувной. Италия. Очень хорошая. Мы хоть городок маленький, но стараемся морковь держать. Как вам идти? Да, ничего. Отлично. Пожалуйста, это за счет заведения. Традиция. Простите, а того, что вы всем наливали? Вы что, акции? Спасибо. А заплатить мне есть деньги? Да, обидите, это подарок. Тогда можно еще в магазин одежды заехать. Хочу гардероб обновить. Похудел сильно, а сумнется все висит. Прошу. Может, я все-таки заплачу? Нет, обидите. Спасибо. Мы подумали, а что гостиница? Там как-то неудобно. Ну да. Захочется отдохнуть спокойно после рабочего дня. Безусловно. А какой там отдых? Да. Вот. Здесь будет гораздо уютнее. Спасибо. Козел, походу. Почему? Пороже видно, понты одни. Да еще вставать нам из-за него в пять утра. Охотник, блин. Ну вот, располагайтесь. Рабочее место ваше тоже готово. Позже отвезем. А там у нас еще две спальни для гостей. Ну, мало ли. Там у нас удобство. Тут, чтоб не бегать. Куда? Да никуда. Ага. Там у нас столовая. В холодильнике все свежее. Ого. Соседи спокойные. Это важно. Культурные. Ну, а завтра с утречка на охоту. Ребята в пять подъедут. Куда? На охоту. На нашу, Великозельскую. Слышали вы, большой любитель? Я, да. Вот только у меня одежды нет. Там, ружья. Ах, не волнуйтесь. Все подвезем. Ага. Если будут вопросы, проблемы, вот мой телефон. Сразу звоните мне. Благодарю. Все. Отдыхайте. Так сказать. А забыли. Это ваше. Ну, все. Сейчас дуете в охотничий. Закупите все, что нужно. Водку там, коньяк. Потом в разрешительную, к Васильичу. Возьмете у него ружья. Утром все отвезете на заречный кордон. Коля вас будет ждать. Только поаккуратнее с ним не провоцируйте. А то у него 20 лет командировок. То есть 22. Ну, неважно. А что, нормального нету? Это нормальный. Ну, где я вам егеря с гуманитарным образованием найду? Тем более, медведи. Только у него сейчас. Алло, Макс. Привет, это я. Привет, ты где? Нашел тут одно огромное местечко. Как там обстановка? Да вот, решай вопрос. На тебя в Москве лучше не появляться, пока не перезвоню. Ты в больницу ездил? Привезли там такого дядьку. С черепно-мозговой. Полная амнезия. А он точно ничего не поменял? Даже имени своего. Надеюсь, не ты его приложил? Не я, клянусь. Не ты. А кто? Пушкин? А это вы не узнаете? У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Да, в каком-то смысле папа, но не ваш. Так, знаете что? Я вас сейчас сфотографирую, мы поместим на нашем сайте. Может быть, вас кто-нибудь узнает. Да. Так. Ну, Ержуша. Следственный комитет Москва. Антон Плетнев. Следственный комитет Москва. Антон Плетнев. Дорожать боятся. Да. Алло, Жанна, привет. Это я. А мне плевать, что это ты. Зачем тебе? Понимаешь, ты не мушек. Ты кусок мяса. Нормальные мужики себя так не ведут. По трубам водосточные не скачут и не убегают в одних трусах. И больше мне не звони. Козёл. Зачонка, алло, алло, алло. Да. Настя, здравствуйте, это Слава. Слава Богу, всё, я добрался. Всё замечательно. Да, Антон, здравствуйте. Да, я готов поехать на Кургана. Да, конечно. Я могу показать вам Кургана сегодня. Через сколько? Да, в принципе, мне только переодеться. Хорошо, я тоже сейчас переоденусь, через час. Хорошо, давайте тогда через час встретимся на центральной площади. Хорошо, до встречи. Спасибо большое. Хорошо, договорились. До встречи. Мамочка. Я за неё. Мам. Скажи, а ты сильно расстроишься, если мы с тобой на рынок съездим завтра? У меня просто очень важное дело по работе. Настя, у тебя одна работа на уме. Нельзя же так, ей-богу. Ой, ты это самое, когда о себе-то подумаешь, всё пишешь, пишешь, ты бы вон, готовить училась. Чем будешь мужчину свою кормить, а? Ну, чем? Бумажками своими. Они, между прочим, эти мужья-то, они не бумажки любят. Они вот любят пельмешки. А? Мамочка. Ну, может быть, я просто ещё не встретила мужчину, которому я захочу готовить пельмешки. Ну, понятно. Куда собралась-то? Я обещала одному человеку показать курганы. Угу. Ну, а кто же этот человек? Хорошему человеку. Из Москвы. Мы вместе ехали в поезде. Угу. Ну, а Дима как? А что сразу Дима? Дима мне не жених. Он просто мой хороший знакомый. Настя, ну он же тебя любит. Настя, хороший, знакомый. Ну, Дима славный, непьющий. Ну, где ты такого найдёшь? Настя у нас. Мам, а что в твоём понимании славный мужчина? Да ну тебя, Господи, делай, как знаешь. И этот не тот, и тот не этот. Смотри, да выбираешься. Не нагнетай. Мам. О, господи. Здравствуйте, ещё вас, Низ. Это вам. Вы с ума сошли? Да нормально. Поедем? Да. Я видела, вас встретили? Да. Представляете, сам неожиданность. Целый зам мэра. Ланцов, настоящая сволочь. Да? Клима оставить негде. Пять лет сидел за вымогательство, а потом удачно женился и вошёл в ближний круг. Теперь мэру прислуживает. Осторожно, сейчас тряхнёт. Опа! Дорогу ещё при Ельце не ремонтировали. Это заметно. А полиция куда смотрит? Начальник полиции Шурин мэра, бывший учитель физкультуры. Да нет, у нас есть нормальные люди. Но просто они все боятся вписываться. По принципу, что я один смогу сделать. Да и работу боятся потерять. У нас с работой очень плохо. Я вот тоже, помимо журналистики, подрабатываю в местной библиотеке. Люблю отчизну я. Но странная любовь я. Лермонтов. Какой вы всё-таки москвичительный любите, а, Настя? Я, между прочим, не коренной москвич. Из-под Тулы. Алексей, маленький городок, у меня там мама живёт. А сестра с мужем в Туле. В Москву я уже после университета переброс. Да, отсюда тоже скоро все увидят. Ну, вот он, курган. Да. Я сюда любила в детстве приходить. Мечтала найти какой-нибудь вклад или реликвию. Нашли? Нет. Я тоже вёл вклады искать. Тоже не нашёл. Да. А сколько лет кургана? Где-то первое тысячелетие до нашей эры. Ого, солидно. Солидно. Ну что, в принципе, можно деньги вводить, дорогу подделать, какой-нибудь музей открыть, рекламу дать. Народ к могилам тянется. В смысле, курганам. Да. Если только мы успеем это сделать. Видите? Энтузиасты? Местные. Песок воруют. Это намного интереснее и прибыльнее, чем заниматься историей. Скоро всё сроют. И объяснять им, что это бесполезно. Я всё-таки по пытающим объяснить. Добрый день. Чего копаете, граждане? А тебе не всё равно? Мне не всё равно. Следственный комитет Москва. Это исторический памятник. Охраняется государством за разграбление до 12 лет. Чего? Какой памятник? Исторический. Ещё раз здесь увижу. Пожалейте, что не умерли в первом веке до нашей эры. Тут не написано, что памятник. Куча и куча. Чего земли-то пропадать? Я неясно объяснил. Ну-ка, быстро свалили отсюда. Всё. Бегом. Землю оставьте. Ну всё. Они больше не будут. Я их пристыдил. Новые приедут. Ничего. Я постараюсь, чтобы не приехали. Антон, я смотрю, у вас хорошо получается договариваться с людьми. Это у меня наследственная. От отца. Побывало, трёх сдалиенных мужиков одновременно мог уболтать. Если они первые начинали. Крепкий был мужик. Был? Нет, он жив. Ну, ушёл от нас с мамой, когда ещё маленький был. Как ушёл? Просто ушёл. А моя мама сама ушла. Со мной. Папочка просто был слишком любопильный. Вот мы с ней и ушли. Ну что, поднимемся? Оттуда, наверное, вид обалденный. Давайте. Субтитры подогнал «Симон»! Да. 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 Субтитры делал DimaTorzok Да, с Киева знали, где жить, да? Здорово! Ну че, новости есть? Нет, нет. Почему нет? Есть? Ну? Я тачку из ремонта забрал и пасеку доделал. Какая пасека, Вова? Я тебя не про это спрашиваю. Че, погнали, че станете? Не, подожди, я не один. Мадам. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Сколько мы не виделись-то? Да, конечно, очень красивое место. Потом надо еще раз съездить. Я поснимаю для отчетности. Ну, для Минкульта. Обязательно съездим. Антон, простите, пожалуйста, у меня там сумка где-то. Угу. Угу. Женская сумочка. Пожалуйста. Спасибо. Да, Дим. Нет, я сейчас не могу, я сейчас занята. Нет, не дома. Да, хорошо, я перезвоню, пока. Я заметил, вас тоже встречали? Да, Димка. Мы учились вместе в школе, в старших классах. А сейчас он работает опером в полиции. Я у него информацию беру для статей. И он этим цинично пользуется. Ну, почему же пользуется? Он говорит, что все серьезно. Уже целый год ухаживает. Врет. Почему врет? Серьезно — это когда серьезно. А там, где год, там десять. Принципиальное значение имеет. Вы так считаете? Я знаю. Сержант Козлов, превышаете. А, это вы за рулем. Пройдемте ко мне в машину. Можно я пройду, сержант? Зачем? Ну, я же не пристегнут, а главное, у меня деньги есть. Настя, подождите. Сержант, смотри, как я прерываю, как выпьешь аж, а? Отдыхай. Отдыхай. Сержант Козлов, не виноват, посередине горы. Отдыхай. Сержант Козлов, не виноват. А, это вас стройка... Это вас стройка... . . Антон, вы заказывайте что-нибудь, я просто чая попью. Ну что значит чай? Мы пришли в ресторан, Настя, так нельзя. Девушка, будьте любезны, нам надо перейти в шампанском, можно? А какого? Есть у вас дом перенен, ухожий винтаж. Чего? Ну, вдова клика есть у вас? Нет. Да, а что у вас есть? Какой у нас? Наша. Давайте наше. Скажите, а нам правда могут выделить гранты? Я могла бы написать об этом, хороший информационный повод. Нет, Настя, пока не надо. Почему? Вы дали бы нам интервью, рассказали бы про наши достопримечательности. Настя, дело в том, что одних курганов мало, а тут нужно что-то, я не знаю, ну какое-то обоснование, что ли. Ну, к примеру, это родина Змей Горыныча. Ну, тут зарыт клад Колчака, тогда есть шанс. Ну, я подумаю над этим. А вы вообще надолго к нам? Пока не знаю, ну, наверное, неделю. Прощай, 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 прощай. Не рвать назад не можем мы, в июльских звёздах небосвод. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори. Масштаб понять мою печаль, в пустое небо посмотри, ты помнишь пыльной пешене. Настя, давайте на «ты». И вдруг по нас ветвей звезды, но лень не пыль понятна. Давай, пошли, я расплатился. Глянь, писачка та самая. Деньги получила, а тебе пробивает. А у нас из-за неё геморрой и убытки. А кто это с ней? Понятия не имеет. Крыса продажная. Может, поговорим? Ничего не здесь. Ну ладно, чему, пацаны, чтобы прятаться. Ну, здравствуй, независимый репортер. Сколько твоя независимость стоит? На ужин хватает или добавить? Так, ребят, вас в вечерности не учили здесь? Пришли и сели, мы вас не звали. Ну, это что такое сейчас, а? Ты про нас статейку заказал, вежливый. А Настенька расскажет. Конечно. А то к ним морозка придёт с большим пособом. Антон, пойдём отсюда. Ай, ай, ай! А теперь ползите отсюда, бандерлоги. Петя, ешьте в столовке, здесь культурные люди отдыхают. Ещё раз здесь увидим, ноги переломаем. Они у тебя такие красивые, жалко. Пусть, пустое небо, посмотри. Антон, ты как? Родина змей горит. Тебе очень больно, может, в больницу? Чё, чё, не надо, не надо. Всё хорошо, всё хорошо. Тут даже папаша не мог бы болтать. Ничего, извините, пригласил в ресторан. Всё хорошо. Со знакомством, Настенька. Всё. Ты понимаешь, что это беспредел? Они мне, между прочим, ноги грозили переломать. Ну, а что я могу сделать? Ну, ты сама знаешь, ну, против Пузи никто и свидетель не подпишется. Я подпишу? Или этого недостаточно? Или я не свидетель? Ну, а что толку? Ну, никто его не арестует, даже на 15 суток не отправит. Ты как будто с другой планеты. Нет, Дима, это вы как будто с другой планеты. Вас тоже скоро так начнут мордой по асфальту, а вы будете виноваты опускать глазки и извиняться. А что мы можем сделать? Мы можем, по ним. Мы можем. Да про вас сериал нужно снимать, юмористический. Полиция, трусы вы. Ну, что смотришь? Ну, что? Ничего. Да, что ж за день сегодня такой, а? Я провожу? Ну, ладно, доедучий, маленький что. Вдруг опять кто-нибудь пристанет. Покажи. Покажи. Антон, прости меня, пожалуйста, мне так неловко. Выбрались показать город. Нет, это я тебя, между прочим, пригласил в ресторан, так что все нормально. В Москве то же самое, только на более высоком уровне. Пока. Пока. Сладких снов. Ой, да. Настя, спасибо за экскурсию. Великозельск, супер. Да, всегда пожалуйста. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 И лисы. Кабан приходит. Кабан приходит. За нашу эликофауну. Нет, я больше не буду. За фауну надо. И за флору не буду. Ну что, залазь? Короче, смотри, щас темнеет, и вот с тех кустов он пойдет. Там, да? А как я его увижу? Как увидишь? Че, не охотник? По темному пятну работаешь. Так, уходим. Антон Романович, извините, ваша пуха. Ну куда жба? А то так бы пришлось бы голыми руками его брать. Ты заканчивай, впухнешь. Ой, да ладно, тебе все равно для этой пукоркой никого не завалишь. Лучше б с бабами парились в банке. Только зря тащили. Не ты ж платил. Ну и че? Да ничего. Ого! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо. Слышишь? Слышу. Пришел вон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 I think... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕслежка, ТЕМЕЙ СЕЙ ocasож raus says, ТЕЕСЕ twin, ещенец, же, ТОПРОЕ, ТЕСЕЙ ЧИ Niye Д Ну, ТЕСЕй ТЕМЕЕ, ТЕСЕЙ ЧАМЕ, ТЕСЦЕЙ jo other 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2. 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1. 3. t 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 отлично это потому что воздух у нас хороший сплошной кислород не то что в москве меня туда звали я отказался ну а у вас как где в кренграде а у нас нормально янтарь могила канта немцы анклав одним словом да антон романович я хотел бы обсудить с вами одну тему вы догадываетесь как ну пока не очень те материалы по лекарствам там чисто технический брак никто же даже не думал наживаться на льгот я не сомневаюсь конечно и тендер был проведен объективно но мы же не спецслужба мы не можем знать подноготную каждой фирмы кто ж знал что цены у них окажутся вдвое выше чем на рынке понимаете но я читал материалы там правда не вдвое больше там еще больше виноват каемся но мы бы хотели чтобы расследование было проведено объективно не только в обвинительной плоскости но и чтобы были учтены наши смягчающие обстоятельства хорошо я учту какие наше искреннее раскаяние и острое желание загладить вину в любой удобной конвертируемой форме понимаете и мы вот так вас устроит знаете я с детства очень люблю числу пи есть в нем что-то такое магическое помню даже до седьмого знака это много я с трудом до шестого запоминали а надо просто память тренировать и все тогда все получится можно ручку я попробую хорошо но все равно прежде чем вынести постановление должен буду опросить людей хотя бы формально это пожалуйста причем скажите кого мы вам доставим прямо в кабинет а хотите вызывайте сами хорошо хорошо спасибо за ланчи все замечательно может еще раз на охоту нет 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 спасибо я вас спасибо большое спасибо большое хорошо спасибо 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 насть привет ой дим ты что здесь делаешь ты меня испугал да я вот случайно выходной следишь за мной нету что ну раз уж мы случайно встретились насть а тот мужик с которым ты в купе ехала ну который из министерства культуры гранты ищет кому дать боюсь что он совсем другого ищет сегодня утром смотри ну и что ланцов его встречал наверное у них была деловая встреча конечно деловая а вот предложение от которого невозможно отказаться с корректировкой понимаешь ты что ну он действительно из министерства только не культуры из следственного комитета приехал проверять материалы ревизии между прочим по тем самым лекарствам откуда ты это знаешь садили в нашем отделе тринадцатый кабинет зайди проведу Дима это просто цифры они могут означать что угодно да конечно на салфетках пишут расстояние от солнца до земли это еще не все пожалуйста вот это в одиннадцать а в час она вышла мальвина девушку по вызову состоит у нас на учете Дима скажи а за мной ты тоже шпионик? нет ты что? знаешь что я тебе не обвиняю чтобы ты шпионил за мной понял? Настя ты чего? я не шпионил ни за тобой ни за кем Дим с сегодняшнего дня у нас исключительно деловые отношения Настя выходи ну ты что из этого козла что ли? не надо за мной ходить да у меня действительно выходной я на рыбалку пошел выходной у него с биноклем черт ну в общем как я предполагал в соцсетях этого плетнева нет в поисковике всего лишь одна ссылка он давал комментарии по поводу какого-то дела с коррупцией а фотки? нет фоток никаких не нашел ага слушай Макс у меня тут дельце одно намечается денежное совершенно неожиданно думаю за неделю управлюсь все таки наклевывается ну что я говорил? ну я сам не ожидал Макс меня не обманешь у меня к тебе просьба сними мне квартиру у Перелева я приеду и там отсижусь хорошо? ладно не вопрос приезжай скорее все пока да да не запер здравствуйте ну как достопримечательность? много нашел Настя прости я не мог тебе сразу сказать кто мало ли с кем в позе познакомился серьезно? а потом почему не смог? так получалось Настя? да ладно тебе просто стыдно признаться что ты продажная тварь которая приехала решить вопрос наоборот я сейчас по честному сижу разбираюсь по честному? тогда скажи честно как тебе проститутка? какая проститутка? ну шлюха ну мальвина с голубыми волосами ты об этом что ли? мы просто сидели в города играли потом она пела просто в города да да мне плевать хоть хороводы водите а вот это министру культуры передайте Ланцову и скажите что за собой нужно прибираться ты следил за нашим? больно надо вроды ну что же а такие вещи надо господин Ланцов что же вы так подставляетесь то и меня тоже и меня тоже блин ну ну и в в и и Возьми трубку. Возьми трубку, Настя. Возьми трубку. Возьми трубку. Возьми трубку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Настя, перезвони мне, пожалуйста. Это я. Надо переговорить. Эй! Прокатиться надо. У меня вопрос, а куда едем? Я сам ключи дай. Это я отвезу. Если тебе велели за мной следить, не делаю это так явно. Настя, перезвони мне, очень надо поговорить, пожалуйста. Перезвони мне, пожалуйста. Настя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я же вас просила аккуратнее. Здравствуйте. 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 Ага. Вы не подскажете, как я могу нас найти? А ее нет сегодня. Она, наверное, дома. Господи, куда мы все это денем, а? Так а что происходит? Нас переселяют. Здесь теперь будет сетевой магазин. Не понял. Это же муниципальная собственность. А продали. Действительно, да? Зачем людям книги? Ну, осторожней, пожалуйста. Я же прошу вас. Так, спокойно. Молодые люди. Господа, кто из вас старший? Ну, я. Вы? Моя фамилия Пеледнев. Следственник комитета Москва. Дверь, дверь. Блин. Как ты огоришь? Фамилия? Иванов. Гарин, что ли? Ивановна, сейчас разберемся. Стой на шухе. Иванов Юрий. Режиссер. О, ты. Ты. Иванов Юрий Иванович, 33 года. Родился в селе Борщевка. Художественник театра народной драмы. Лю, Люда, Ань, позвони в оперативной. А не уходишь на печаль. Пустили. Пустили. Слушай, ты действительно режиссер, Юрий Иванович. Интернет врать не будет. Я однажды статью научную читал в плейбое. Там тоже мужика контузил, он очнулся и стал представлять себя солдатом Первой мировой. Стали проверять, и действительно был такой, воевал, погиб. Переселение душ. К чему я это? А, ты режиссер. Это все равно будет начеку, вдруг действительно на органы. Спокойной дочери, Иванов Юрий Иванович. У тебя что, отец Иван Иванов был, что ли? Иванов Иван Иванович, надевает штаны на ночь. Алло, Владислав Борисович, доброе утро, не разбудил вас? Это старший следователь Следственного комитета майор Полетнев вас беспокоит. Да. Жду вас через два часа у себя. Второй отдел полиции, тринадцатый кабинет. Тринадцатый. И не опаздывайте, пожалуйста. Паспорт не забудьте. Жду вас. До свидания. Не-не-не, дама не может быть туда. Не, по жизни, конечно, может, в картах нет. Переходи. Шутер. Давай. Давай. Юрий Иванович, мы получили результаты ваших анализов. В общем, у вас положительная реакция Вассермана. Вы понимаете, что это такое? Нет, возможно, это не связано с венерическим заболеванием. Такое бывает. Отложение солей, скрытая инфекция. Но мы должны будем провести дополнительное обследование. Хорошо. Да не кисни ты, Юрок. Че ты? Хочешь, я тебя со знакомым сведу? Он в уголовке опером работает, по нему все-все вспоминают. Без всяких лекарств. Здрасте. О, Юрка! Юра! Юра! Держи, держи. Юрка! Привет, родной! Привет! Ну, смотри, цветочки. Ну, как ты? Разве. Че, не узнаешь, бродяга? Как тебя угораздило-то? А вы кто? Так, Юр, давай, кончай прикололся. Труппы мы твои, актеры. Труппы? Театр народной драмы. Ген, погоди. Лера не шутила насчет амнезии. Да ладно. Здоровый же конь. Че? Слушай, ты откосить решил, да? Из-за инвесторов? Не, Юр, я понимаю, люди непростые, но... Я-то сам не знаю, что бы на твоем месте, наверное, делал. Косить, Юра, это не выход. Тебя все равно достанут, не тебя-то, Леру. С Вестерманом тоже ты придумала? Нет, конечно. У него действительно положительная реакция. Там и без того хватало стрессов. Ну, значит, твой метод не действует. Ну, раньше ты действовал. Случайность. Саша, ну как ты можешь так говорить, а? Я потратила на него два года. И самое обидное, что для подтверждения метода осталось реабилитировать всего одного больного. Ну, ты знаешь, я, конечно, ничего не понимаю в психиатрии, но мне кажется, что твой метод – это полный бред. Заставлять людей сходить с ума, чтобы потом они и очухались. Я не заставляю сходить с ума. Я создаю стрессовую ситуацию для активизации работы мозга. Ну и плюс лекарства. Да, я чуть не забыл. В следующий раз ставь, пожалуйста, щетку в свой стаканчик. Что? В ванной щетку в свой стаканчик ставь. Это не гигиенично. А целоваться гигиенично? Плету за собой, помой, пожалуйста. Помой. Спасибо. Ну и что ты теперь собираешься делать? Я обещала, что привезу его домой. Возможно, сменив обстановку, он что-то вспомнит. Что значит «домой»? Лера, домой – это сюда? Ты не мог бы пожить неделю у мамы? Что ты говоришь? Ты что, с ума, что ли, сошла? А ты хочешь привезти сюда какого-то бомжа, извини меня, еще на пару с Вассерманом? Чтобы он жил в нашей квартире, не знаю, мылся в нашей ванной, сидел вот за этим столом, спал в нашей... Так, стоп, а спал как кто? Не, 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 до этого не дойдет. Ну, спасибо тебе. Нет, 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 уже нет, да нет. Не для того и дело ремонта, чтобы... Ремонт? Тебя волнует ремонт? Подожди. Я не то хотел сказать. Послушай, я... Видите, ну... Господи, что ж такая неприческа это? Посторонний мужчина в доме. А что скажут соседи? Хорошо. Я сниму квартиру. Ну, подожди, ну... Что ж такое? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вызывали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь ты узнаешь, кто я такой. Ползи сюда, бандерлок, ползи. Вот и объясни мне просто и доходчиво, почему инсулин, который везде стоит тысячи рублей за упаковку, вы закупаете по две пятьсот? Это к аукционной комиссии. Мы предложили, они согласились. Какие проблемы? Рынок? Рынок – это когда конкуренция. А тут какая конкуренция, блин? Если за день до тендера все ваши соперники отозвали заявки, а двое из них попали в больницу с отречением мозга и с переломами рук и ног. Это тоже не к нам. У многих свои закидоны, и вообще мы не одни были на тендере. Можно проверить? Да, действительно проверили. Всего две фирмы. И вы выиграли, потому что предложили цену на одну копейку меньше. Всего на одну копейку. Ну как так может быть? Хотя по закону участники на торгах не должны знать предложение конкурентов. На комиссию можно через интернет вытирать, и бога. Да, конечно, можно, можно. Но вот какая интересная особенность. Последний конкурс проводился в течение десяти минут. И все эти десять минут был в спой сети. Ваша контора умыкнула государство 16 миллионов рублей. Нормальный бизнес. На больных-то людях. По закону все чисто. До запятой. Запятую проглядеть можно. Смотря как проверять и что искать. Чего вы от меня хотите-то? Я, как и вы, математику люблю, а не сочинение. И больше всего мне нравится число пи. Знакомое число. А за кабак извините. Со всеми бываю. Так что ничего вы не найдете. Забиться могу. Я отличник. Да он этот, потомок скифов. Да не отличник ты, а урод. Да, вот так вот, милый мой. Не люблю я математику, не повезло тебе. Подожди, так это что, из-за писачки, что ли, той? Нет. Потому что из-за таких, как ты, бизнесменов. Моя мать по четыре месяца в году лежит в больнице. А может, ты просто сын херовый? Когда меня злят, у меня вообще планка падает. Так что, капец тебе, Пузин. Установил бы ты с ним контакт, да? Так сказать, неофициальный. Познакомься. Посидеть предложи. Зачем еще? Ну как это зачем? Ну что, быть в курсе. Ну, что планируют? Что ждать? Он, между прочим, сюда не на рыбалку приехал. Да деньги возьмет и отвалит. Может и возьмет. А может и честный. Он, между прочим, сейчас с твоим другом беседует. Как с другом? С Пузиным. Младшим. Тогда точно возьмем. Дежурный. Хорошо. Есть. Младший майор, москвич помощь просит. Ну, возьми кого-то и иди. И держи меня в курсе. Значит так, вот этого бугая в изолятор. Встать! Чего? Встать! Встаньте, пожалуйста. Надень ему браслеты. Часики сними, мешать будут. Давай, давай, давай. Пожалуйста. Часики, небось, за два миллиона купил, да? И твое собачье дело. Мое дело, мое дело. Хочешь подарю? Нет, не хочу, не хочу. Давай, давай, давай. Можно руки, пожалуйста? Что творишь-то, майор, а? Ты завтра ко мне на коленях приползешь. Ага. Нормально? Нормально. Увести. Ментовский. Есть предел. На параши все сдохнете! Да-да. Да-да. Ну, козел, блин! Это розыгрыш? На главном канале. Как у вас дела регистрируются? Через дежурку. Они свяжутся со штабом, там будут номер. Ага. Понимаешь, да? Поэтому нам нужно обязательно что-нибудь найти. А все про все у нас два часа. Поможешь? У меня с ним свои счеты. Антон. Федоров. Дима. Леднев. Алёна Мамуль, это я. Я просто с другого телефона. Тут вычеркну, он больше не работает. Вот это запиши, хорошо? Как тебя чувствуешь? Точно? Ну и чем он тут знаменитый? Родственные связи. Племянник вице-мэром. Отмороженный. Лет пять назад стрельбу устроил в кабаке. По пьяни. Из его ствола. Человека ранен. Все замяли. Сейчас честный бизнесмен. Стволы только легальные. Не подкопаешься. Да никто тут копать на него не будет. Себе дороже. А, черт. Племка провалась. А у меня недавно информация на него проскочила. Команда у него. Ну, разбойничек. Налет на ювелирку, вымогал его. Давно, правда, было? Да и не факт, что правда. Он на лекарство столько хапает. Зачем ему криминал гали? Одно другому не мешает. Авторитет опять-таки. Ну, не знаю. Человек, который рассказал, сам по статье ходил. Плефовать мог. Если дома никого ломать придется. Ломают дураки. Прости, это я не тебе. Умные люди берут ключи. Охрана есть, не знаешь? Навряд ли. Кто к нему сунется? Только дюймут. Вынятых ищи. Да никто не пойдет. Сдревь. Возьми самых отважных. Здравствуйте, джентльмены. Полиция. Не желаете ли угоститься хорошим алкоголем и отдохнуть в приятной обстановке? Дежурный. Что? Позвонить дай. Деньги на счету закончились. Не понял. Позвонить, говорю, дай. Быстро. Ира, я, кстати, чай больше не пью. И знаешь, сейчас тебя не мы закрыли, а Москва. Так что извини. Не знаю, как у вас там в Калининграде, а мы тут люди прямые. Я тебе помогу во всем. Обыски там, допросить кого. Отвести, привезти. Только одна просьба. От Насте отстань. Не понял. Чего тебе? У себя женщин мало. Наиграешься, порезвишься, свалишь, а нам потом жить. А что ты вдруг решил, что я к Насте пристаю? Мы с ней просто в поезде вместе ехали, и все. Рассказала, как по курганам гуляли. А что она тебе еще рассказала? Или, может быть, это ты ей рассказал? Про завтрак, про салфетку. Короче, отстань от нее. Ты не ответил. Пас меня, Дим. Не тебя, ее. Это у вас у простых людей обычный дел тут, да? Да нет. Настей в ресторане не было. Да я там случайно оказался. Ой, да ладно, не смешивай, детский сад какой-то. Случайно он в таком ресторане оказался. Да думал, вы там вместе будете. Короче, люблю я ее. Она? Не говорит ничего. Не Даня, нет. Больше года это ерунда. Девушка, не так и это... Ты скажи прямо, пошел он или не пошел. Так нет ведь, не посылает и Даня говорит. Да нет! Он не псих, чтобы что-то дома ходить. Все, успокойся, успокойся. Сейчас, остался. Ты как бы его закрой? Успокойся, иди. Как бы его закрой? Успокойся, не любит она тебя. А не посылает, потому что, наверное, жалеет. Такое бывает. Она сама так сказала? Нет, подружку попросила. Старик, это можно пережить, поверь. Поверь. И заметьте, определенность гораздо лучше. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, ну-ка. Держи. Ну вот. Не блефовал человек. А ты говорим, не закрой. Все, давай пока. Не забуду, давай. Всплыла мобила. Тихо. Че, не видишь? Всплыла короче. Только с другой симкой. Где? Где этот гад? На Кипре. Видать, морем свалил. Есть там у него кто? Никого. Правда, один раз мы ездили по путевке. Походу, придется все равно на море ехать. Хоть искупаемся. Бери билет. На всех? Нет. Летишь ты и мы с Ириной. Угу. Отдельно в Рейсон. Так, меньше подозрений. Это с ювелирки на Пушкинской. В прошлом году глухарь. Я пробил по базе один в один. Это антиквар на разбой поставили в северном районе. Тоже глухо. Везде в масках с пистолетами. Игрушка боевая с маслятами. Наркота. Года на четыре потянет. А почему он вещи не сбыл? Не носить же собрался. Ну, можно поинтересоваться. Хотя я подозреваю обыкновенный фетишизм. Как память о лучших мгновениях жизни. Потом вещички приметные. Опасно. А выкинуть жалко. Ну и что теперь со всем этим хозяйством делать? Как что? Поднимать дела Пузина в тюрьму и колоть на всю команду. Вон, Антон его арестует. Да, Антон? Да. Я, да, я могу. Но все зависит от судьи. Говорит, у вас в Великозельске с этим не очень как-то, да? Вот именно. Ни один судья этого Пузина не закроет. И Антон Романович ему не указ. Мы можем хотя бы попробовать. Обратной дороги нет. А Москва нас точно прикроет? Да. Скажите, а это по всей стране началось? Или только у нас? Везде. Ты же доложил, что все решено и согласовано. Так я все решил. Но кто ж знал, что дорогой племянничек затеет драку в ресторане. И шить турбоск. Но надо еще доказать, что это его шмот. Ну, может быть взяли и подбросили. Угу, и все их фумуровали. Как можно было тему с лекарствами такому заупану доверить? Пусть даже и близкому родственнику. А ты как хотел. Взяли, задницу прострелили, еще и морду набили, да? Так, ладно, хватит. Надо что-то делать. А можно кофе? Я позвоню Афонину, пусть даст твоим команду помалкивать. Спасибо. А еще лучше уволить всех по-быстрому, кто в курсе. Пусть СБО подключит. Москвича не уволишь. А вот теперь это уже твоя забота. Тут такой ценник заломит. Ну, подожди, извини меня. Ты накосячил? Ты раскребывай платье. Япину позвони в суд. Чтобы не вздумал Кузин арестовывать. Он что, в изоляторе? Час как привезли. Ну, вот и найди ему хорошего адвоката. Ничего нельзя поручить. Все сам. Славка, ты что ли? Слушай, у меня к тебе дело. Напомни уголовный процесс, я что-то подзабыл. Как дела на арест оформляются? Ты в чьей-то форме? Следственный комитет что ли? Не совсем, тут такое дело в общем. Что значит не совсем? Что у тебя там еще стряслось? Ты кого там арестовывать собрался? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты совсем спятил? Незаконное лишение свободы до двух лет, между прочим. А за мошенничество еще пять. Главное, что ты собираешься делать? В суд дело направлять? Пока не знаю. Ты хоть в следствии понимаешь что-нибудь? У нас была практика в университете. И сколько ты там проработал? Месяц? Вали оттуда, я тебя как друга прошу. Я понял, я понял. Я все понял, Макс. Все, пока, я понял. С кем это ты? С начальством. Ну, докладывал обстановку. Ага, тут новости есть. Окей. Путин пытался записку передать дядюшке через сокамерника, а наши перехватили. Короче, пишет, что если его не вытащат, у него есть что рассказать. Вполне возможно на испуг берет, а вдруг правда расскажет. А знает он много. Да постановление я вынесу, а судья. Черт. Вот-вот. Слушай, ну поговори со своими, а. Ну может там, объясни. Пусть они повлияют на него. Будет команда сверху, никуда он не денется. Дим, понимаешь, я сюда приехал с лекарствами разбираться. А вот что касается разбоя, наркоты, оружия, это все по вашей части. Пускай ваши и занимаются. Антон, ну не будут наши. Пузин скажет, что он дом вместе с тайником купил. Ему поверят. Да он, кстати, сволочь, так и говорит. Козлины, а. Антон, на тебя одна надежда. Давай. Помоги. Ладно, прикину. Угощайся. Спасибо. Молодимся тебя. Дмитрий Анатольевич, добрый день. Добрый. Отдел собственной безопасности. Есть разговор. Ко мне? Нет. Пройдемте с нами. Прошу. Вот. Что вам? Слышала? Кузина арестовали. Еще, еще, пойди. Вроде из Москвы целая бригада приехала. Да с полномочиями. А вчера… Возьмите. Вчера обыск делали. Нашли килограмм бриллиантов, пять пистолетов и наркотиков в мешок. Ну, знаете ли, ну, во-первых, не пистолетов, а автоматов. Женщину в подвале на цепи. Пожалуйста. А если не знаете ничего, то молчите. Ой, ну уж теперь точно не выкрутиться. Да-да. Раз уж Москва взялась, давно пора. Ой. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а когда ближайший поезд на Москву? Ага. А пораньше есть? Когда? Спасибо большое. Спасибо. Да. Можно? Проходи. Прости меня, пожалуйста. Я вспылила. Я была не права. Просто надо было сразу мне сказать, я не люблю, когда мне врут. Да ладно, это ты меня прости. Надо было действительно сразу сказать. Тогда бы проблем не было. Это во-первых. А во-вторых, твоя личная жизнь меня не касается. А вот работа касается и даже очень. Скажи, ты правда арестовал Путина? Пока только задержал. На сорок восемь часов. А дальше что? Не знаю. Мы работаем. Там видно будет. Понимаешь, просто Пузин до этого имел на меня зуб. Это же я подняла тему с лекарствами. А теперь мне просто не дадут жизни. Я за себя не боюсь, я переживаю за маму и за дом. Эти отморозки могут сжечь его. Поэтому я очень сильно рассчитываю на то, что ты доведешь дело до конца. Прости меня еще раз, если я обидела. Не бросай нас. Меня не оставляй. Юрий Иванович, бога ради, извините. Произошла небольшая ошибка. Просто на момент проведения анализов были записаны как неизвестный. В общем, у вас отрицательная реакция Рассермана. А вот у вас, молодой человек, как раз положительная. Чего? Да и чего? А черт, а? Зараза. А кричала я здорового, я здорового. Гадина какая, а? А, то есть вы вспомнили? Ничего я не вспомнил. А так, в общем, гипотетически. По-моему, тут кто-то водит нас за нос. Ничего я не помню, мамой клянусь. Антон. Чего случилось? Из УСБ приезжали, кабинет обыскали. Чего нашли? Да так, пару дел зажатых, до патрона не учтенным. Предложили выбор, или рапорт по собственному, или статья. Аккуратнее, надо с патроном все. Ты думаешь, я не знаю, за чего это? Уже дали команду. Ну что ты решил? Не знаю. Награждать мне делать нечего, статью тоже не хочется. Блин, ну хоть что-нибудь когда-нибудь у нас поменяется. Ну, остается только один выход. Какой? Не останавливаться. Победителя не судят. Здравствуйте. Ой. Приятного аппетита. Простите, что отвлекаю. Антон Романович. Да. Здравствуйте. Вас больше не беспокоит? Ой, тьфу-тьфу-тьфу. Их совесть замучила. Спасибо вам огромное. Хотите пирожные? Не-не-не, спасибо. Мне бы книжеские кое-какие у вас взять. Можно? Конечно, Антон Романович, с удовольствием. Значит так, мне уголовные, уголовно-профессиональные кодексы, комментированные с пустотенными материалами, желательно с самыми последними. Можно? Поищите. Хочу освежить в памяти. Антон Романович. Да. А может, что-нибудь еще из художественной литературы вам дать? Ну, не знаю, давайте Конан Дуэля, например. А Конан Дуэля нет. Жаль. А вы знаете, есть Андрей Кивинов. Давайте Кивинова. И тем не менее, что по вашему мнению важнее, дух закона или его слово? Наверняка вы не раз сталкивались со случаями, когда подсудимый не заслуживал наказания, но по закону вы обязаны были вынести обвинительный вердикт. Или наоборот? Вы знаете, я бы сказал, это очень больная проблема. Но так сказать очень сложно. Нужен какой-то конкретный пример. И тем не менее? Ну, увы, судья не имеет права на эмоции. Он должен быть беспестрастен, а следовательно, руководствоваться именно законом, какой бы несовершеннее он ни был. Как говорится, закон плох, но хуже подзаконные акты. Лично я всегда стараюсь сдерживать эмоции. Андрей Леонидович, а как вы можете прокомментировать приезд квалификационной комиссии судей из Москвы? Связано ли это как-то с последними оправдательными приговорами или с вашей возможной отставкой? А что к нам приехала комиссия, откуда вы в курсе? Здравствуйте, Антон Романович. Здравствуйте, Иван Михайлович. Не отрываю? Да нет, сижу, работаю. Присаживайтесь. Я вас слушаю. Я слышал, вы возбудили уголовное дело? Да, пришлось. И даже собираетесь посадить человека? Возможно. Ну, мы вроде бы решили этот вопрос. Иван Михайлович, вот это нашли у него. А здесь переданы мне дела по разбою, во время которых все это было похищено. Причем из-за лекарств, о которых мы с вами договаривались? Антон Романович, я вижу, вы любите число пи. А что вы скажете про число пи, допустим, в квадрате? Или в кубе? Интересное число. Очень даже любопытное. Но мне кажется, здесь это неуместно. Потому что речь идет о тяжких преступлениях. И вы, как государственный человек, должны понимать, что есть что. На это закрывать глаза нельзя. Тем не менее, я уже поставил известность руководству. И, возможно, сюда в ближайшее время пришлют дополнительные силы. Это вы из-за той драки? Угу. Антон Романович, он извинится. Да и мы его сами накажем. И потом, да бог ради, заводите дело, доводите его до суда. Речь идет о мере пресечения, не связанной с арестом. А кто это мы, Иван Михайлович? Может быть, вы знаете, кто еще в этой тесной, замечательной компании? Пузин не один пошаливал. А? Я ничего не знаю. Вот. А если он останется на свободе, мы так и никогда не узнаем. А хотелось бы. Ну что ж, Антон Романович, прекрасно. Удачного вам следствия. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Да. Чуть не забыл. Сегодня возвращается хозяин дома, в котором вы живете. У него изменились планы. Я надеюсь, вы найдете, где остановиться? Найду. Найду. Ну, если передумаете, я на связи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Плитню в аппарата. Товарищ майор, вас в Калининград вызывает? Я сказал, вы на месте. Соединяю? Не-не-не, не надо, не надо. Скажи, я занят, скажи, я вышел. Нет, я уже сказал, что вы на месте. Заня... Плетнёв, ты не оборзел ли? Алло, Плетнёв, ты на месте? Нет, не оборзел. У тебя что с голосом-то? Опять водку холодную жрал? Просто простыл. А чего трубку-то отключил? Романь, дорогая. Так, кого ты там приземлил? Откуда вы знаете? Откуда? В интернет иногда похаживаем, новости почитываем. Ты там не очень сотрапь. Назад когда думаешь? Не знаю. Никто за тебя отдуваться не собирается. Или думаешь, раз от Москвы откомандировали, можно и про совесть забыть? Дела ждут, Плетнёв. А тут тоже дела. Много дел здесь. Через неделю не вернёшься, я в управление вопрос подниму. Понял? Хорошо. Понял, понял, понял. Понял. Всё серьёзно, ты меня знаешь. Понял? Лечи горло. Я буду сейчас. Будь здоров. Давай. Применник вице-мэра подозревается в разбоях в городе Викорзейске. Ух ты! Блин! А ты куда? Выписывают. Жалко. Но меня тоже скоро жена забирает. А куда ты пойдешь? Куда? Москва большая, больницы много. Блин, плохо опять башку придется разбить. Чего, прям совсем некуда идти? Да есть. Есть. Но не пустят. Ладно, все будет хорошо. Прощай, друг. А на ничего. Повезло тебе. Мне бы так вот упасть, а очнуться совершенно другим человеком. Печень береги, туда не купит никто. Шучу, шучу. Все, давай. Все, все. С минуты на минуту ждите помощи. С минуты на минуту. Я на радио с приемом. Подожди, пожалуйста. Спасибо. Ближайшее время. Напомню, Ваша честь, что тяжесть совершенного преступления не является основанием для ареста. Ну, к тому же, еще пока что нет никаких доказательств, что вменяемое преступление совершил именно мой под защиту. Тяжесть здесь ни при чем. У следствия есть основания полагать, что Пузин скроется или будет оказывать давление на свидетелей. У Пузина есть постоянное место жительства. Работа. Он положительно характеризуется. Ну, куда он денется, а? К тому же, Владислав Леонидович страдает тяжелым заболеванием и нуждается в постоянном наблюдении врачей. Вот справка прошла. Так болезнь не мешала ему разбойничать. Ваша честь, содержание под стражей является исключительной мерой пресечения. Я предлагаю любую другую. Домашний арест, залог, подписка о невыезде. Я гарантирую, что мой подзащитный будет являться по первому вызову и ни в коей мере не будет препятствовать следствию. Вы знаете, Ваша честь, а я думаю, что Игорь Петрович прав. Вы только что настаивали на аресте. Ну, согласитесь, выглядело бы странным, если бы я сразу просил обратное для человека, обвиняемого в тяжких преступлениях. Отпускайте, Ваша честь. Вы же тоже доверяете защите. Считатели декоратива! Собирайте, пожалуйста, вам рассказали! Свидетели! Какие вы делаете? 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 Ну что? До свидания. До свидания. Ну вот и посадили. Теперь мне точно жить нигде. Коля, ну ты выручил. Да не вопрос. Ворон не считать. Стоять до команды отбой. Понял. Его бы все равно закрыли. Вы зачем нам ОМОН подогнали? Вы что, совсем что ли? Малыш там ОМОН делал. Может террористов ловил. Ни один следователь никогда не попросит подписку по таким статьям. Тем более московский. Ты что не понимаешь, что это чистой воды подстава? И дело гораздо серьезнее. Дело не в Пузине. Пузин только так, для затравочки. Какая подстава, Андрюш. Со следаком было договорено. Вот он и не суетился. Ты новости смотришь? А речь президента вчерашнюю хорошо слушал? А ты президентом свою задницу не прикрывай. Короче, завтра тебе придет адвокат. Он принесет ходатайство. А залоги, и ты его удовлетворишь. Ходатайство. А не адвоката. Смотри. Не перепутай. Между прочим, я независимое, процессуальное лицо. Что? Ты что, малой, опять водку со спиртом смешал? Ваня, ты подыскивай выражение-то. Короче, не вы меня назначали, не вам и командовать. Вон, давайте, в областной суд обращайтесь, пишите заявление. Со мной разговор окончен. козлиная морда. Олег Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Настенька. У вас есть места? Бать человека, негде жить, поселите. Поселим. Вот это заклоните, пожалуйста. Ручку можно? Спасибо. Что-то случилось? Да ничего, все как обычно. Что именно? С утра очередь из проверяющих. Санитары, пожарные, экологи, потому что в стране война с коррупцией. Ты представляешь, за чего экологи докопались? Почему на шапочке для душа нет сертификатов, где гарантия, что они не радиоактивные? Потом волосы у людей выпадают. Ну, а дальше все. По наложенной схеме. Будем договариваться или будем лицензию забирать. Здравствуйте. Вы хозяин. Здравствуйте. Я. Комитет интеллектуальной собственности. Скажите, пожалуйста, у вас в номерах есть телевизоры? Есть. Будьте добры, покажите, пожалуйста, договоры с телеканалами о трансляции программы. Чего? Какие договоры? Вы транслируете программы для своих гостей, берете за это плату и обязаны отчислять процент правообладателям. Скажите, пожалуйста, вы это делаете? У вас ведь дома тоже есть телевизоры? И вы ничего никому не отчисляете, да? А чем вы докажете, что не включили это, ну, стоимость номера? Да мне такое даже в голову не придет. Ну, понятно. В общем, договоров вы не подписывали, и на музыку, конечно, тоже. А между прочим, это уголовная статья. Мы же не говорим вам о лицензии. Господа, можно ваше обысковое время посмотреть? А вы, собственно... А я, собственно, Следственный комитет Москва, Антон Плетнев. Ваши документы? У меня документы в машине. Я сейчас... А ваши? А туалет где? Где туалет? Там, прям по коридору. По коридору прям? Там? Да. Спасибо. Нет, не там, а там. Вы проверяйте документы. И внимательно проверяйте. Фотографии, между прочим, вклеить можно. Ну, как тебе? Ты знаешь, очень неплохо. Прям так симпатичненько. Да, по-велькозелевски. Да, прям. Нет, сильно уютнее. Ну, уютнее, чем... Туда, куда меня Ланцов поселил. Такой там лесной домик. Холодильник. Набить до отказа. На случай ядерной войны. Нет, очень уютно, ты знаешь. Антон. Тебе... Зайка звонит. Я сестру так называю. А, она тебе зайчиком? И мама у вас зайчиха, да? Ну, что ж, ты ответь сестре. Зайка бросила хозяйка. Под дождём остался зайка. Огни борто. Что, отдыхай? Я пойду. Зайка, и всё. Всё. Иди, давай. Зайки в прошлом, теперь же в прошлом. Натюшка, честно, ты когда телефон отключил, я думал, я с ума сойду, просто накрыл нереально, никогда так плохо не было, вообще очень тяжело, когда в трубку слышу абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети, а тебе очень нужно дозвониться до человека, объяснить все, исправить и никак, чуточная просто катастрофа. Не отключайся больше, пожалуйста. Настя. 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 Водитель, остановитесь, призмитесь к обочине. Водитель, призмитесь к обочине. Я схожу в душ. Красиво здесь. Тысячи лет на югах не было. Я тоже. Видишь, вон, чёрная точка. Видишь, вон, чёрная точка. Садись. В самом центре. Последний раз со своим была. Представляешь, Колин меня и там умудрился изменить. Ну и что, не оставила? Боялась. Гнилая, но опора. И сейчас боишься? Сейчас нет. Ну хорошо, а почему ищешь? В глаза посмотреть хочу. Слушай, а там много камней было? Много. Два таких отеля можно было купить. Ну и вот апартамент при даче. Не убивай, Воделька, ладно? Не убивай, Воделька, ладно? Ладно. Привет, любимый. Ну что, поехали? Тебя выписали. Вот, переодевайся. Твоя любимая. Угу. А ты не выйдешь? Хорошо. Но раньше ты не стеснялся. Продолжение следует... Артем. Девчонка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот здесь мы и живем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Семен Аркадьевич! Юрка, с возвращением! Здрасте! Как самочувствие? Как печень? Печень? Плохо! И остальные органы тоже плохо! Шутник! Здоровая печень, порядок в семье! Ну, будет время, заходи, посидим! У Юры сейчас режим! Никакого алкоголя! Тогда просто пью, попьем! Пойдем! Кто это? Сосед! Просто сосед! Проходи! В чем дело? Что вам надо? Мы не к тебе! Мы не к тебе! Ну, здравствуй! Здрасте! Прятаться, значит, решил! Сразу и на театрал! Юрий, потеря памяти не освобождает от материальной ответственности! Понимаете? У вас творческий кризис! Ну, а нам-то что делать? Да какая нахрен потеря? Помнит он все! Надо еще раз приложить ему, чтобы не кривлялся! Кризис! Ребят, у него была тяжелая травма! Пожалуйста, не трогайте его! Как в Таиланд ездить, деньги есть! А как работу делать, амнезия? Короче, Станиславский не доделал! Игорь Михайлович беспокоится! Когда его инвестиции начнут приносить проценты! Я ничего не понимаю! Положите это на место! Сидеть! Это залог! Вернет деньги, вернем шмотки! Юр, не волнуйся! Не волнуйся! Да нет уж, пусть волнуется! И вспоминай это быстрее! В следующий раз предупреждать не будем! Да! Не богато живете? Театральная интеллигенция! Ну пока, Станиславский! Не вздумай заяву накатать! Не любит этого Игоря Михайлович! Очень не любит! А кто такой Игорь Михайлович? Инвестор! Любитель театра! Денег дал на постановку! И что? Сроки вышли! К примеру, дважды переносили! А потом ты пропал! Вот и решили, что прячешься! Таблетки надо принять! Компьютер украли! А там все фотки! Еще документы тебе восстанавливать! Ты даже имени своего не помнишь! Еще раз повторяю! Я понятия не имею, как это оказалось в моем доме! Где мой адвокат? Да ты сколько угодно можешь требовать адвоката! Заявлять, что ты святой великомученик! Только ты уже здесь и останешься! Ничего, ничего! И на москвича у права есть! А потом вспомнишь, как ты двор подметал! Нет, да ты точно дурак! Какая у права? Неужели куриных мозгов не хватает понять, что умереть в камере от сердечного приступа так же просто, как выпасть с десятого этажа! Особенно, если ты не успел нам ничего рассказать! Да я не собираюсь вам ничего рассказывать! Где мой адвокат? В этом-то и проблема! Боюсь, не все об этом знают! Ты же член сплоченного дружного коллектива! И если коллектив может пострадать от одного члена, то члену не поможет никакой адвокат! Усекаешь? Вы мне тоже не поможете! Не убираю тех, кого нет смысла убирать! И кто не является носителем эксклюзивной информации! Вот эту вот штучку вы взяли на улице большевиков! У антиквара! И был с тобой Витя Мритва и Коля Кудесник! И когда я их сегодня навещу, кое-кто из коллектива очень сильно удивится! И самое главное, Москва умеет не только закрывать, но и прикрывать! Одним словом, Влад, выбирай! Когда? И за что? Ладно, Маша, ладно! Не плачь! Держись там! Ага, пока! Ланцова ко мне быстро! Виталий Иванович! Виталий Иванович! Что-что-что-что-что-что случилось? Что случилось? Я Машке позвонил, Генкиной жене в Москву, арестовали Генку, в Лефортова отправили! Закрыли все-таки! Значит, серьезная тема! Да куда уж серьезней! Черт! Теперь ты понимаешь, почему этот следак носом с землю роет? Очки зарабатывает! Думает, что он следующий! Да хрен там! Не Генка его к нам прислал, врубаешься, а чтоб реально нарыл! Знаю эти фейсбошные штучки! Прицепиться к чему-нибудь, а потом довески шьют! А мы про Генку много чего рассказать можем! Кстати, как и он про нас! Тот-то Плетнев мялся-то, когда я его про шефа спросил! Ну, конечно! И копать он будет не только по лекарствам, это так, повод! Меня ни с кем не соединять! Хорошо! Слушай! А если это не из-за Генки? Из-за кого? Да послал я тут одного инвестора подальше, московского! Предлагал конфетную фабрику по дешевке выкупить! Ой, продавал бы все равно стоит! Сами бы пригодилось! И сразу же, сразу нагрянули ревизоры! Нет, таких совпадений не бывает! А инвестор серьезный человек! Более чем! Ладно, кто бы Плетнева к нам не прислал, но меры принимать нужно! Найди Пузина-старшего и давайте! Пора уже закрывать вопрос! С материалами по тендеру! Хорошо! Погоди! И давай это! Сделай в больнице хотя бы косметический ремонт! Ну, в которой Плетнев лежал! Не хватало, чтобы он еще в здравоохранение влез! Антон Романович! Антон Романович! Проснитесь, ради бога! Это очень важно! Извините, Антон Романович, что разбудился! Ой! Это... Опять приходили? Кто? Экологи сказали... Почему нет урн у входа? А почему здесь я? Я арендую! Это муниципальная земля! Они сами должны урны выставить! Какие урны? Которые час? Уже много! Не забудьте, у вас с 7 завтрак! Какие урны? Ну, я понимаю, что для вас это пустяк! Но, вы понимаете, если, понимаете, потом начнутся разговоры о вывозе мусора! Угу! Понятно! А ты мне ничего не нужен! Так, Антон, завтра опять придут! Антон Романович, выручайте! Это же полный беспредел! Антон Романович! Антон Романович! Они намекали на проездной! Мол, заплати за год! И больше приходить не будем! Антон Романович! Я на вас надеюсь! Я помню, завтрак в 7! Да, завтрак в 7! Не забудьте! Извините, пожалуйста! Антон Романович, на вас все надежда! Здравствуйте! Майор Плитнева, следственный комитет! Ежиков Борис Анатольевич! Я знаю! Будьте любезны, Борис Анатольевич, предоставьте мне материалы по госзакупкам за прошлый год! Тендер, отчеты, докварал! Все! А почему? По к чину! Вам рассказать о моих полномочиях? Нет? Знаете что? Я в курсе! Тендер, тендер! Какой тендер, Антон Романович? Мне ведь буквально накануне предложили сделать экспертизу! И каким интересным образом я должен был найти подрядчика? Естественно, я предложил первому попавшемуся! Это вы мне сейчас рассказываете? В смысле, а почему вы взяли подрядчика, услуги которого вдвое дороже, ироничные? Кстати, почему у вашей экологической организации перед входом нет урны? И во всем городе тоже! Насколько мне известно, установка урны – это обязанности властей! Сколько надо? Вы мне сейчас взятку предлагаете? Нет, ну при чем тут взятка? Я говорю, сколько нужно поставить урны? Сколько надо, столько и поставьте! Хорошо! Нехорошо, а есть! Есть! Ежиков! Да можно и перечитать, там все точно! А я вас больше не потревожду! Послушайте, а как вам это удалось? Олег Михайлович, коррупцию победит еще больше коррупция! Шутка! Что бы ни брали, ни надо давать! У меня к вам просьба! Про мою помощь никому не рассказывайте! Ну, разумеется! Никаких проблем! Вы что, конечно! Минуточку! Вот, если вам вдруг захочется отдохнуть, в любое время! Не надо! Спасибо! Ключик дайте! Пожалуйста! Спасибо! Ну, я к вам номер положу, ладно? Господи, не надо! Что такое? Есть! Пузин пошел на контакт! Да ну! Ну, про налет пока молчит! Но там и так все понятно! Нет, не сегодня-завтра всего команды накроем! А по лекарствам интересно! Темку ему дядя подкинул! Мол, нужен надежный человек вести бизнес! А дядя на минутку! Вице-мэр! Короче, пиши постановление на выемку материалов и гоним в архив! То есть ты намекаешь, что будет новый арестант? Ну, как пойдет! А тут по пузе, ну, писанина! На целый год! Ну, что? А нам что, привыкать, что ли? Далеко вам говорить, операм! А я сюда не на всю жизнь приехал! А это что, пожар, что ли? Ночью загорелась! В окно бросили бутылку с зажигательной смесью! Откуда узнаете? Он, сторож, якобы видел! Весь архив почти сгорел! Понимаешь теперь? Следы заметаем! Глядя, здорово испугалась! Блин, лишь бы свидетелей умирать не стали! Они могут? Они, как короли, все могут! Лан-софтор, куратор! Между прочим, фразский неавторитет не кшается! Ладно, пойдем со столжем в толком! Безполезно, он тебе уже ничего не расскажет! Даже под угрозой больших денег! Правда, дедуль? А? Вот! А подальше, если что, ко мне обравляйте! Хорошо! Да, Марс! Слава, ты свободен! В смысле? Все! Сынка слеп не выпустили! А про проверку? Они с тебя бабки просто хотели взять! Вот и напрягали! Все, возвращайся спокойно! Миру мир! Кабак заказан! Нас ждут великие дела! У меня такой вариант наклевывается! Просто сказка! Когда тебя ждать? Не знаю, как билет возьму! Давай, пока! Пока! А вы к кому? Ну, как же так? В прошлый месяц 200, а в этот 400! Отменять что вы хотите, Слава Васильевна? Ну, как что? Разберитесь! Ну, а откуда взялись эти 200 рублей-то? Ну, не занимаюсь я коммунальным хозяйством, только криминалом! А это что, по-вашему, не криминал? Это же чистой воды воровство! Думаете, если я из Москвы все могу, что ли? Ну, Путина же арестовали! Вот и разберитесь с этими мошенниками! Слава Васильевна, извините! Это не мои компетенции! Извините! Как ваша фамилия? Плетнев Антон Романович! Так вот, имейте в виду, Антон Романович! Я до президента дойду! Я буду на вас жаловаться! Подождите, подождите! Не надо никаких жалоб! Вот вам, Слава Васильевна, 200 рублей! А с коммунальчиками я разберусь! Даю слово! Вот так бы сразу! Да! А у меня еще претензии к Газпрому! Не надо с Газпромом завтра! С утра начнем с Газпромом! Хорошо? Ага! Все, спасибо, Слава Васильевна! Спасибо! До свидания! До завтра! Можно? Не, подождите, пожалуйста! Подождите! Человек звонил, этот, голова в адресе, чемодан покоет! Какая голова? Ну, Головин, Пузина, компаньон, а в отделе никого в синопискультуре! Чего? Да наш, этот, учитель приказ отдал, раз в неделю физподготовка, лично зачет принимает! Погнали! Ждите! Антон, это я, Настя, про тебя рассказал! Это я уже понял! Если честно, чуть не спятил! Не могу без нее! И что дальше? А я все равно своего добьюсь! Хоть 10 лет понадобится! Хоть 20! Я уже все сказал, что я об этом думаю! Ну, батя, знаешь, сколько за матери бегать? Четыре года, представляешь? А она тоже, как Настя, ни туда, ни сюда! Но он своего добился! И у меня получится! Обязательно! Обязательно! Тсссс! На дорогу! Движок замучил! Не надо, потом не заведел! Вот его дом, это подъезд! Угу! Это второй этаж, одна квартира справа! Значит, сделаем так! Он тебя в лицо не знает, бери мою куртку! Угу! Звони в дверь! Откроет, ну а дальше сам знаешь по схеме! А какая у вас схема? Да какая у вас! Бежнева приглашаем в машину, положив пальцы на спусковой крючок! Только никакого насилия! А кем вы очень прицелитесь? Блин, разносчиком пиццы, соль там попроси! Придумай что-нибудь! Выскочить в окно, увидим! Угу! У меня пошел! Шляпу сними! А? Шляпу сними! А! Здравствуй! Это здесь полный ресторан! Суши заказывали? Антон! Шляп! Стоять! Стоять! Черт, сволочь! Как он высключил? Через балкон! Вы что, с дурьями что ли? Полиция, мужик! Тачка нужна! Следственный комитет, Москва! Удивительный дима! Левый коронник! Вы что? Вернем с полным баком! Тысячи триста литров! Давай, сейчас газуй! Газуй, газуй, газуй! Ударь его! Нельзя, тачка чужая! Не расплатимся! Ничего, на моем луноходе далеко не уедет! Там, если газовать, карбюратор заливает! Да и беден у него в обрез! А у нас почти полный бак! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 Дима! Сейчас стрелять начнет! У него ствол весь! Да не голова! Луноход мой! О, это он зря! Там проводка еле живая, кратня загорится! Осторожно! 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 Ну что, шумахер, жарко? Как тебе мой пепелат? Может, еще поддать? Дверь! Его только я могу открыть! Я! Чего? Дверь! Чего хочешь? Слушай, пойдем! Ладно, перестаньте, отдохнется! Уроды! Извинение, Мерседес! Поздравляю! Ты еще на угон заработал! Мелочь, но приятно! Подержи! Не надо, не надо! Я браслет достану! Дима, Дима, что делаешь? Дима! 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 А откуда здесь вороны отразящие было? Теперь будут! Дима! У меня есть чем освежиться! Будешь? Спасибо! М-м-м! Вкуснятина! К сожалению, придется остаться! Паша прошерстил все отели, его нигде нет! Его трубка у кого-то другого, я думаю! Оля, что ты будешь делать, когда найдешь Антона? Ничего! Просто заберу камень! Просто возьмешь? Да! Я дам тебе! Камни? Не камни! Возьмешь его обратно? Теперь уже не знаю! Ты есть будешь? Нет, спасибо! Я на плиту поставлю, крышки накрою! Хорошо! Ты таблетки выпил? Да! Мне надо выскочить, буквально на полчаса с Машей встретиться! Никому не открывай, ключи у меня есть! Какая Маша? Из салона, красоты! Не помню! Попробуй поспи, а! Отдохни! Салон! Я не могу! Попробуй поспи. КОНЕЦ 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 Лер, если честно, более бредовой ситуации я в жизни не встречал. Жена снимает квартиру, приводит туда чужого мужика, и просят на это деньги у своего мужа. Ну, во-первых, он не мужик, а пациент. Во-вторых, я прошу тебя в долг. Ну, и в-третьих, мы еще не женаты. Ну, какая разница, живем-то мы вместе. Да извини меня, но я считаю, что это все равно маразм. А маразма я оплачивать не собираюсь. То есть ты считаешь мою работу маразмом? Ну, в конкретном данном случае, да. Ты прости, но давай без обид. Ну, сколько можно этого человека мучить? Мне кажется, нужно просто сказать ему, там, объяснить, извиниться в конце концов, или дать денег, чтобы не обижался, и отпустить его обратно в больницу. Действительно, просто. Да не просто все, не просто, а наоборот сложно. Ты прости, конечно, но пусть твои эксперименты оплачивает институт. Согласись, в конце концов, это справедливо. Спасибо вам за совет. Ну, поставь себя на мое место. Ты не поспал? Ну, что там у нее? У кого? У Маши. Все в порядке. А у тебя все в порядке? Да, все хорошо. Почему у нас две кровати? Это съемная квартира? Здесь так было? Полежи со мной. Ну, и что там у твоей Маши? Да ерунда. Не волнуйся. Да я что-то волнуюсь. Здравствуйте, Лина. Это я звонила вам. Здрасте. Чем обязана внимание прессы? Можно? Да, конечно. Спасибо большое за то, что согласились на встречу. Я обещаю, что ваше имя нигде не будет упомянуто. И я покажу предварительно вам материал. Ой, да мне по фигу валяй. Ну, вначале можно один личный вопрос? Будешь? Нет, спасибо. Ты была у следователя из Москвы? А че такое? Лина, пожалуйста, мне очень важно это знать. Ну, была и че? Он сам тебя пригласил. Нет, попросили. У вас что-то было? А как же? Да ладно это, в города мы играли. И все? Нет. Знаешь, такой видный мужчина, он так на меня смотрел. Талант, те яичницу мы жарили. Может будешь, нет. Давай. Короче, давай так. Я толкую кое-что без записи. А ты мне подписку. Все зависит от тебя, а? В общем, тему с лекарствами Владу дядюшку подкинул. Вице-мэр. Ну, так это всем известный тоже мне компромат. Мне конкретика нужна. Кто, допустим, ожог архив? Кто заказал? Дядюшка и заказал. А ожог Вите домофон. Вите? Домофон. Где домофон? Он по малолетке дома бомбил. Недавно откинулся. Что, вице-мэр заказал какому-то зэку жить архив? Да, недавно знакомый. Еще до Витиной посадки. Заказ это не первый. Очень интересно. Ну, говори. Че ты все молчал-то? Начал, говори. Ну? Была одна история. Года два назад они тетку завалили с тендерной комиссией. Сам по пьяни трепался. За что? Дядюшка тогда подряд на ремонт дорогу рвать хотел. А в комиссии тетка принципиальная оказалась. Ей намекнули. Мол, не ссусь и угомонись. Бесполезно. Тогда ее возле станции Витя и встретил. Битой по голове. Женщину нашли? Нет. У нее муж здесь. Кто? Да чокнутый. Роется в курган. Археолог. Только обещай на меня никаких намеков. Это очень хорошее лекарство. Спасибо. Молодец. Лера. А как мы познакомились? Как в кино. Ты отбил меня у хулиганов. М-м-м. Я возвращалась из училища. Они проезжали мимо на машине. Ну и стали приставать, давай, мол, подвезем. А потом хотели затащить машину силой. Но я закричала, и тут ты. А я че? Ну ты встал передо мной и стал драться. Их было трое, но ты справился. Ну потом подбежали прохожие, тебе разбили нос. Прохожие? Нет, не прохожие, хулиганы. И я тебя отвела в больницу, ну и как-то так закрутилась. Почему как в кино? Ну как? Каждый мечтает, чтобы ради нее совершили подвиг. А это бывает только в кино. Но мне повезло. Что такое? Каждый мечтает. М-м. Что такое? В 19! Как иногда и в 100-м. В 19! Скжем. Да кто ж там ещё? Да. Да, Маш. О, привет. Как дела? Да ты что, не может быть. Ух ты, гад какой. И что он? Ну ты не переживай так сильно. Да, хорошо. Давай завтра созвонимся. Хорошо? Хм. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В тот день Вера ездила к маме. Верст пятьдесят отсюда будет. Позвонила в девять, что выезжает. До сих пор простить себе не могу, что не встретила ее. Ждал до двенадцати, потом побежал на станцию. Телефон не отвечал. На станцию ее не было. Стала обзвонить подруг, никто ничего. А как она на станцию шла? Да, так как обычно. Переходила пути, так короче. Потом шла пустырем, там минут двадцать будет. Я, естественно, там везде ходил, смотрел, думал, вдруг под поезд попал. Ничего, пусты. Скажите, а у нее были проблемы? Ну, например, на работе. Намекаете, что я ее... Вряд ли, вряд ли. Вера работала в торговой комиссии. Довольно-таки давно неприятности случались, но, но не так, чтобы... Впрочем, Вера не очень рассказывала. А знаете, первую серьезную находку на Кургане, это ведь Вера нашла. Ей было так интересно, что я всегда брал ее с собой. Смешно, правда? Я археолог, а нашла она. Да вот, взгляните. Ценность небольшая. Пятнадцатый, семнадцатый век. Начало промысла. Свистулька. А она так радовалась. Она думала, что это времен скифов. Ну, я, конечно, не стал ее разубеждать. Позвольте. Мы просто придем, посидим на репетиции. С ребятами я договорюсь, они в курсе. Я тут не знаю, что мне с настоящим режиссером делать. Опять стервец в запой ушел, а сроки все вышли. Вот кого лечить надо. Спасибо, что ребят сами репетируют. И потом, что это за странный метод у тебя такой? Дядя Сереж, Слушай, никто пока не знает, на что способен наш мозг. Любая мелочь может дать реакцию. Возможно, что именно этой мелочи ему сейчас не хватает. Ладно, хорошо. Приводи своего больного. Завтра спектакля нет на вечернюю репетицию. Спасибо, дядя Сереж. Вот он, Виктор Смирнов. Он же домофон. Недавно откинулся. Мурда его знакомая. Да? Откуда я его знаю-то? А, мы в поезде вместе ехали. А зачем он тебе? Глава, ну этот Головин сказал, будто бы он архив сжег. По просьбе Пузинского дяди. А на протокол дал? Глава? Нет пока. Но обещал дать, если домофон первым сознается. Вряд ли признается. Даже если за ноги подвесить. А вы подвешиваете? Да это я так, к слову. Но если сознается, тогда Пузина старшего можно тормозить. Вот где осиное гнездо. Здравствуйте. Ого! Нормально это. Не понял. Настя! За что ты его? Он знает за что. Что ты ей сделал? Догадайся, мылся вам. В тачке запер и поджег. Не выпускал, пока голова не раскололся. А потом, говорят, еще курный порепит. Да не гони. До полгорода видела. Морозок. Жаль тогда во ружье не кортечь была. А самое страшное, что голова знает до хрена. Он же не только с Пузином терся, но и с Ланцовым нашим. Как бы Михалыча не прихватили, и вместе с ним и нас. Да не, Михалыч не с нас. Это московский. Если скомандовали, у Фаса не отцепится. А я так чувствовал, что скомандовали. Никаких бабки не помог. Делать что-то надо. Ну а что делать? Давай рехтанем его. Что, сдурел что ли? Сюда такая стая прибежит, никто не выживет. Так по уму надо. Прямо в кабинете. Ширю свернул и все. Пусть на ментов думают. Может домофона подключить? Он сейчас на милиф пишется. Ну как вариант. Давай домофона. Ну вот и пришли. Неплохо. А давно я здесь работаю? Не очень. Первую пьесу ставишь. Какую? Преступление и наказание. Сюда. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Борисович. Он Иванович. Иванович, извините, пожалуйста. С возвращением. Здравствуйте. Мы к Сергею Геннадьевичу, директору. Пожалуйста, конечно, проходите. Пойдем. Юрий Иванович, здравствуйте. Сергей Геннадьевич, да у него беспробудный какой-то творческий кризис. Я руководству что должен объяснять, скажите? Ну это был последний перенос. В сентябре мы выйдем, гарантирую. А то, что Никитин выйдет из этого кризиса своего затянувшегося, и опять в него не уйдет. Тоже гарантируете? Здравствуйте. Юрий Иванович, с возвращением. Здрасте. Присаживайтесь. Ну как вы? Ну так, отхожу. Ну дай бог. Вы к Сергею Геннадьевичу? Да. Надо подождать немного. Опять спонсоры приехали. Разбираются. Больше никаких отсрочек, это понятно. В девяностое вас бы вообще-то нужно счетчик поставить. Как они надоели. Те спонсоры, которые к нам приходили. Успокойся, наверное, другие. К вам тоже приходили? Вот бандиты, а. Так, сиди, я сейчас разберусь. Юра, не надо, это совсем другие. Юра, Юра, Юра. Все, хватит. Юрий Иванович, пожалуйста, в приемную подождите. А ну-ка встал и вышел вон отсюда. Чего? Это кто? Я режиссер. Хороший. Какой хороший? Если ты еще раз засунишься, я тебе круг подымаю. Ломай свою круг. И своим то же самое передай бакланам, чтобы завтра же ровнули ей компьютер и вещи. Ну что вы делаете? Извините. Игорь Михайлович, ну подождите, я вам сейчас все объясню. Он просто больной человек, и моя племянница его лечит. Что-то про эту Зелену вы говорили? Отличный выбор. Я расторгаю договор, завтра пришлю юрист. Игорь Михайлович, ну давайте хотя бы дождемся премьеры. Я обещаю, он извинится перед вами. Игорь Михайлович, ну пожалуйста. Ферт. Дуняша, где мои деньги? Я не брала, клянусь богом. Тогда извольте показать карманы. Или я посмотрю сам. Сударь, прекрати тебе. Не надо, я ничего не знаю. Тогда тебе ничего в порядке. Игорь Михайлович, так никогда не делай. Вы не имеете права, я буду кричать. Я не даю деньги. Ты меня понял? Помоги мне. Разрешите представиться. Следователь уголовного розыска. Извольте объяснить, что здесь происходит. Ой, ну что за хрень, а? Тихо. Что он говорит? Я тебе говорила, это современная трактовка. Ну-ну, ну-ну. Стоять! Юра, Юра, стой! Куда ты? Стоять, стоять! Стоп, стоп! Что вы говорите? Вы сами понимаете, что вы говорите? Так я строго по тексту. Ну строго по тексту, профессии такой нет. Следователь уголовного розыска. Ну, либо следователь, либо оперуполномоченный криминальной полиции. Ну, понимаете, это разные вещи. Так не, я же тексты чинял. Мне что-нибудь писали, я играю. Нет, ну ладно, хорошо. Хорошо, вы можете этого не знать, таких подробностей. Ну, что вы делаете? Вот тут при вас, понимаешь, пытают потерпевшую. А вы что? Разрешите представиться, следователь хрен знает чего. Да вот, пока вы говорили, он на вас десять раз уже выстрелил. Уже трубаком лежишь. Ты в ствол вытащил ему в лоб, хоботом в землю и следователь хрен знает, там, так далее. Ясно? Юрий Иванович, ну это же классика, как Достоевский. Классика Достоевский, ну правильно, достоверность прежде всего. Вы же не мыло делаете. Ну, давайте, давайте. Ну, у меня нет ни пистолета, ни браслетов. Так, а где твоя амуниция? У меня их нет. Как нету, и стволоватия нету? Нет. Заказывать надо. Ну, так закажите, ну как ему работать-то, я не понимаю. Хорошо. Ладно, все, давайте, это потом. Что там дальше, ну? В смысле, поехали. Погоди, погоди. Что? Ну, на дыхание. Я? Еще раз, придешь Бухим на службу, выгоню, невзирая на заслуги, понял? Да. Все, поехали, поехали. Туняша, где мои деньги? Я не брала, клянусь Богом. Да извойте показать карманы, иначе я посмотрю сам. Стоять, стоять, стоять. Стоп, это, вы кого играете? Лужин бандит. Бандит? Вы когда-нибудь видели, как бандиты пытают? Не довелось, Юрий Иванович, слава Богу. Не, ну я тоже не видел, ну, как вы ей говорите-то? Ну, ну, ну вот, уберете шляпу, утюг, я не знаю, ну. Ты что, макуешь, отца уши свободные нашла? Или тебя на хор давно не ставили? Колюбие бабки андестажные! Ну, и пугаете. И еще пугаете. Попробуйте. Ну, попробуй. Давай. Вообще, у него неплохо получается. Достоевский, конечно, в гробу перевернулся, но кто сейчас не ворочается. Пугай! Да не стесняйся, тут прокурорских нет, давай! Уйди, он тебя стесняется. Давай, все. Все, вот так, да, поработайте, поработайте. Юрий Иванович, шляпу. Тебе не идет, работайте, работайте. Дуня, Дуня, Дуня. А может, он в настоящей жизни действительно реже всего? Я не брала, клянусь Богом! Да, ломай ее, ломай, ломай полностью. Или бандит. Кстати, его тротовка мне больше Никитинской нравится. Свежо, неординарно. Алле, мамуль, здравствуй, это я. Мамуль, я, к сожалению, не смогу приехать сейчас. Коммунировка затягивается. Думаю, не знаю, не раньше, чем через три недели, может быть. Но я все равно приеду, как и обещал. Возьму отпуск, приеду, ладно? Хорошо. Как себя чувствуешь, мамуль? Да? Хорошо, я тебя целую, мамуль. Давай, пока. Антон Романович, здравствуйте. Здравствуйте. А правда, что если дать ценные показания, то могут спрятать. Проходи. Разумеется, могут. Существует закон о защите свидетелей. А ты хочешь дать ценные показания? Я очень хочу дать ценные показания. Но мне нужны гарантии. Ну, все зависит от той информации, которую хочешь дать. Она очень серьезная. Так, давай, присаживайся. Подожди, подожди, подожди. Собрались? Говори. Короче, помните нашу охоту? Она не забывала. Я еще раз, я дико не извиняюсь. Погровь в жизни буду помнить. Но! Эта кишка хотела вас тогда увольнуть. Здрасте. Ты стрелял, а он хотел увольнуть? Я еле успел поменять патроны с картичей на дропе. Так. А зачем он хотел меня уволить? Потому что испугался, что вы нароете. У него там подвигов за ним. Потом он вообще хотел вас прямо здесь вот реально завалить. Сейчас я его записал. Ну так по уму надо. Прямо в кабинете. Шею свернуть и всего делов. Пускай на ментов думают. Барочки-то мои. Я хотел его остановить, но дело в том, что он на меня ствол наставил и все. И я ничего не могу сделать. Ты что, серьезно? Да он вообще от морозок редкостный. Я вот что записал. Сейчас я вам покажу. Да? Так. Жаль, когда в ружье не картич была. Вот от морозок. А моему баньку девочек. Курма московская. Я такое сказал про курму. Дело в том, что я его специально, чтобы подначить, чтобы он... Я понял, я понял. Не со зла. Он хотел еще на вас домофона натравить. Сейчас я тоже поставлю. Смотрите, слушайте. Самим опасно. В домофон подключить он на милища, сейчас впишется. Домофон. Видите домофон? Да. А вы его знаете? А вот это уже интересно. Адрес знаешь? Знаю. Говори. Осиновка. Последний дом. Только это строго между нами. Я еще раз дико не извиняюсь, но эта кишка хотела вас убоить. То есть ты стреляла, а он хотел меня завалить? Короче, тема серьезная. Это леший вас подстрелить хотел. Говорит, типа парля надо сразу на место поставить. Я пытался удержать, так он на меня ствол навел. Вот урод! Вот мразь! Где он? Я ему хребет переломаю. Не надо, не надо. Давай сперва ты в кадре остынь, а я пока разберусь, кто за вас правду говорит. Хорошо? Может не надо камера? Надо, надо, надо. Ну это ж не морг, что-то боюсь. Выбирайся, а! Ти-ти-ти, давай, выдыхай, выдыхай. Бобер, выдыхай, давай. Есть такая гимнастика специальная, дыхательная. Вдыхаешь резко. И так же резко выдыхаешь. Давай, ну-ка, вместе. Речи. Подъем. Ну все, Борь, разобрались ты не при делах, ступай домой. По под информацией я прикину, перезвоню. Спасибо, Антон Романович. До здоровья. А где этот стукач? Во дворе, я в господину пишу. Понятно. Чтобы ему каждый день на нарах и калось. Дима, Дима, пойдем сейчас, смотрите, пойдем, 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 пойдем скорее, пойдем, пойдем. Иди сюда, скорее. Товарищ, пойдем, шоу, Борьев не справилась, пойдем, пойдем глянем. Давай, 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 во-во. А что ты там пишешь? А что? Что тебе надо? Иди, лес. Э, алло, мне ее менты дали, ты что делаешь, а? Пугань! Вами за лжеба! Ага! Сидите сюда, сладу, я понял? Ты кого ставишь? Знаешь, вам. Тогда я на кишку. Давай, кишка! Так лечи, давай, лес. Кишка! Кишка! Что? Давай, мочи! Нет! Михалыч, разними его, я больше не пилосток. Наставим, наставим, подержись, встречай! Ну что, по очкам, в принципе, Леший его сделал! Ну, почему? Просто в разных весовых категориях! Поебись правил, какие весовые категории, ты чего? Летушка, он такой жилистый! Ладно, давай, пока! Я, кстати, узнал адрес домофона! Пора его навестить! Отлично! Настя! Я же сказал, что вы его добились! Ну, удачи! ПОДПИШИСЬ! 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 Привет! А Дима к тебе с святаем поехал! Я тебя не очень больна, Оля! Натурально! Он поверил! Ну, мы же с тобой не будем играть в города! Ну, перестань, Месь. Ну, не Бог! Ну, перестань! Ну, этот журнал в каждом номере лежит! Олег Михайлович всем подсовывает. Ну что ты? Субтитры подогнал «Симон» 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 Ничего. Но лучше бы вы не встречались. Почему? Она не может тебя простить, что ты увез меня в Москву. И все? А еще ты обозвал ее старый калошей за глаза, а она услышала. Ой. Надо бы предстоять извиниться. Вообще-то я ему уже все объяснила. Только рабочие отношения. Настюш, дело не в тебе. Он мне доверяет и рано или поздно узнает. Просто Дима — это единственный человек, на кого ты можешь опереться. Тем более нельзя его использовать как инструмент. Он живой человек. Он тебя любит и отказываться от тебя не собирается. Ладно, я поговорю с ним еще раз. Не надо. Лучше я сам. Ладно? Мы встретимся днем. Я тебе еще кое-какие материалы собрала. Зачем? Но мы же не собираемся останавливаться на Бузине. Настюш, я вообще-то приехал с лекарствами вопрос зарешить. И обратно. А просто в Москве все брошено. То есть я в Калининграде. Ты что, собираешься уехать? Калининграде. Постегнись. Я не пристегиваюсь. Ну что я могу изменить, Настя? Да ты уже все изменил. Настя. Весь город говорит только о тебе. Наконец-то хоть кто-то что-то начал делать, Антон. Ну, хорошо. Если ты не можешь сам, то позвони. Пускай тебе вышлют бригаду. Бригаду? Все бригады расписаны на год вперед. Если ты уедешь, ты уже не вернешься. Не вернешься, да? Первую колонку можно? Да, Макс, привет. Ну, поздравляю, Славик. Ты безработный. В смысле? Ну, дурнули тебя за прогулами. Откуда знаешь? Да заскочил сегодня. В твоем кабинете уже другой. Ты понимаешь, что ты натворил? Весь бизнес под корень. Мне интересно, что ты теперь будешь делать? По вагонам ходить? Блин, Слава, я же сказал, все закончилось. Приезжай. Ты еще там? Да. Я не знаю, что тебя там держит, но ты полный идиот. Волнее не бывает. Ты и меня, между прочим, подставил. Я уже в новую тему вписался. Клиент на металле сидит. Ну, у кого-то металл, у кого-то бензин. Слава, возвращайся. Мы что-нибудь придумали. Извини меня, некогда. Все пока. Слава! Сколько семей? Три. Три. Девушка, скажите, пожалуйста, по-вашему у этой машины бак резиновый, что ли? А что такое? Нет, просто вы с меня взяли как застолье и трофаула машину, бак пятьдесят. Молодой человек, я взяла с вас ровно столько, сколько показал аппарат. Я откуда знаю, может, там канистры наливали? Нет, я не заливал никакие канистры. Давайте я открою багажник и проверю. Я не собираюсь ничего проверять. Нет, а я собираюсь проверить. Следственный комитет, Москва. Закрывайте кассу. А давайте я менеджера позову. Хорошо? Давайте, 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 давайте. Толя! В чем дело? А тут следственный комитет. Здравствуйте. Вы знаете, я понимаю, что жить хорошо. Хочется всем, но это уже перебор. Или у вас в Великозельске это в порядке вещей? Возможно, у вас в баке большая горловина. Да, это у вас здесь большая горловина. Ну ничего, мы это поправим. Так что давайте, закрывайте колонку. Ну, вы не имеете права, нас недавно проверяли, у нас все в порядке. Вам рассказать о моих правах? Антон, все в порядке? У нас сядь машина, все в порядке. Хорошо, хорошо. Возможно, это небольшой сбой. Зина, отдай, пожалуйста, деньги. Интересно. Почему-то все сбои в вашу пользу, а? Это что? Это взятка называется. При свидетелях. Вы меня еще не поняли. Я сказал, закрывайте колонку. И теперь вас проверят под моим личным контролем. Все ясно. Исполняйте. Объясните, а что это за эксперименты? И главное, почему я должен за них платить? Валерия Львовна занимается этим исключительно по собственной инициативе. Даже оформила отпуск. Но вы же должны это контролировать. Только если используется наша база, но она не используется. Погодите, погодите. Но ведь Лера собирается защищать диссертацию, так? Значит, Косвина, заметьте, Косвина, она работает на ваш институт. Я не могу запретить ей делать то, что она считает правильным. Ну кто-то же может. Кто-то же может. Это же институт, а не частная лавочка. И вообще, имейте в виду, если вы не обратите внимание на мои просьбы, я пойду дальше. Вот так. Хорошо, хорошо. На днях у нас администрационная комиссия. Вот. И мы подойдем к проверке Валерии Львовны наиболее тщательно. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление? Точно. Львовна, или надо оказать сопротивление? Львовна! Что? Я, кажется, вспомнил. Что ты вспомнил? Ты говорила, я ставил Шекспира? Ну? Я вспомнил. Я его ставил. Ах! Чисто. КОНЕЦ С Добрым Утром! Опа! Оставьте браслет, ему так больше идет! Опа! Здравствуй, попутчик! Спасибо! Что думаешь, из Москвы беспредел можно творить? Только мне похлин, откуда ты? У тебя на меня ничего нет! Эту бутылку нашли у тебя дома. С помощью точно такой же, ты же Жукарьев. Это не у меня нашла, а у Ленки. А я за нее не отвечаю. Она утверждает, что это ты ее изготовил. Ну, во-первых, не ты, а вы. Вы, вы. Ты на рожу свою посмотри. Вы, вы. Глянь, глянь, глянь. А что, красавчик? А что? Ладно, проехали, красавицы. Значит, слушай меня. Представь на минуту, что я не мент. Что я не следственный комитет, а обычный человек. И разговариваем на одном языке. И не нужны мне никакие юридические доказательства, потому что я так все прекрасно знаю. Архив тебе заказал жесть. Путин старший. И ты уверен, что он за тебя впишется. А я в этом сильно сомневаюсь. Очень сильно. Скорее даже наоборот. Улавливаешь, о чем я? А, домофончик? Ты не мент? Да у тебя в каждом глазу, вон, по звезде, на лбу кокарда горит. Да я таких, как ты, насмотрелся. Понял? Для начала ты мне сейчас извиняешься, даешь позвонить адвокату. И ты меня, козел, пальцем не посмеешь тронуть. Потому что ты здесь, как все, бабки отрабатываешь. Не посмею. Не посмею. Не посмею. Не посмею? Нет. Нет. Смотри, смотри, домофончик, смотри. Смотри, смотри, видишь? 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 Никакой не следователь и не мент. Вообще никто не знает, кто я такой. Никто не знает моего настоящего имени. Поэтому я никто никогда не найдет, так же, как и тебя. Мы оба пропадим без вести. Только навсегда. Потому что я вне правого поля. Понимаешь? Понимаешь? Тебе что надо? Я тебя сейчас здесь просто шлепну, к чертовой матери, мне рука не дрогнет. И совесть меня мучить не будет. Так же, как тебя никогда не мучила. Тварь. Это что за фокусы? Да никакие не фокусы. Я тебе даю шанс. Один всего лишь шанс выжить на этой грешной земле. Всего один шанс. Сейчас по-быстрому рассказывай, как два года назад ты здесь убил женщину на станции. И куда ты спрятал тело? Говори! Шлепну. Шлепну. Шлепну, мразь. Шлепну. Адвоката. Ну, где эти адвоката найдут? Ну, где? В тремучем лесу адвоката. Ну что ты? Где? Люди, адвокаты здесь не водятся, здесь водится лошадь. Здесь есть кабан, страшный зверь. Здесь есть ниша, не Горбачев. А самое главное, здесь есть злые, страшные, красно-беспринципные, кровожадные муравьи. А-а-а-а-а-а! Говори! Скажу! Да, было два года назад… Два женщины. Кто тебе велел? Путин старший. Пузин старший-то, а? Куда тебе летело? Я в товарняк кинул. Она точно умерла или нет? Я не знаю, пульс не щупал. Потом за драку специально сел, чтобы глаза не базули. Все, 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 молодец. Ну, что так орать? Молодец, молодец. Сейчас едем в отдел. Признаешь себя в поджоге, получаешь законный срок, и едешь в лес валять. Про женщину пока ни слова. Дождемся, когда Пузин сам про нее расскажет. Правильно? Да. Молодец. Все. Отдыхай. А, ты куда? А, меня! Начальник, дерево, дерево, аккуратнее. Худож ты. Ку-ка, цыц там! Дорогу показывай! Я составлю запрос. Нужно будет узнать, какие поезда стояли на станции в конкретное время, включая товарняки и транзит. Сгоняешь, ладно? А зачем тебе? Нужно узнать кое-что. А потом займемся дядюшкой Пузином. Для начала на двое суток камеру его гада. Поаккуратнее, начальник. Скажи, а на муравейник сажать в следственном комитете обычная практика? Ну да. Лёнь, Лёнь, ну подожди ты, а! Бутерброды! Да какие бутерброды нахрен? Может, ты себя накручиваешь, а? Да, да. Лёнь, ну. Лёнь. Здрасте. Маш, вот ты как была дура, так и осталась. Ну, ты хочешь, чтобы меня вот тут у дома на дыбы повесили? Или свои же пришли, закопали? Ты пойми, идёт война. А на войне пленных не берут. Да какая война? Война в Африке. Так, значит, смотри, за дом берёшь только на реках, никаких счетов. Как деньги переправить, я тебе скажу, всё, я поехал. Лёнь, стой. Ой, Маш, ну. Всё, на. Всё, давай. Поехали, поехали. Так, так. Да это вообще не его дело. Ладно, я позвоню Афонину, чтобы держал на контроле. Не, ну, представляешь, москвич этот колонку мою закрыл. Как закрыл? Да вот так. Приехал, сделал контрольную закупку. Ему двести грамм не давили. Он сразу акт, замок на колонку и убив вызвал. Я говорил, что это всё не из-за лекарств. Бензин у нас, Евгений Петрович. Да? Ну, договора-то у нас через Сумова идут. Ну, Сумова-то не подставит. Ну, подставить любой может, и уже подставляют. Что ещё? Пузин старший пропал. Как пропал? На работе нет, мобиль не выключен. Говорят, видели на вокзале. Зинан, Путин появлялся? Как появится, сразу ко мне. Да не появится он. Москвич человечка одного задержал, который про Леонид Павловича много интересного может рассказать. Я думаю, Леонид не стал ждать. То есть, подался в бега? Хорошо, если только в бега. А вот если он придумал поиграть в программу защиты свидетелей, вот это тревожно. Да нет, нет, ну куда он сбежит? Ну, сам посуди, у него здесь всё. Здесь всё. А в мербелье домик и пара счетов. Так что даст показания, и Свободен, как птица. С этим москвичом точно не договориться? Ну, я думаю, ему предложили такую сумму, которую приличный человек озвучит и постесняется. И нам с тобой эту цену не перебить. А ничего, есть один товар, который всегда в цене. Позвоню Лосеву, пусть поработает. Смысл? Копнёт на него поглубже. Заодно и узнаем, на кого он потрачет. А потом уже и поторгуемся. Зина, соедини с ФСБ. Хорошо, я понял. Сделаем. Конечно. Некрасов еще в приемной? Давай ко мне быстро. Называли. А, Константин Павлович, проходи. Представляешь, купил новые удобрения, якобы чудеса творят. А вместо чудес за два дня вся рассада повяла. Что они туда, бензин льют, что ли? Кругом подставы. Узнать о производителе? Сам разберешься. Послушай, у меня к тебе личная просьба. Только сделай сам, никому не перепоручай. Вопрос серьезный. Моросову звонил. Значит так, из следственного комитета прислали человека. Сам из Калининграда, но полномочия в Москве. Очень беспокойный товарищ. Выяснишь, что за человек, если за ним какие-нибудь грешки, понаблюдаю, он в гостинице остановился. Да и вообще, хорошо было бы понять, по чьей инициативе он здесь уроет. Вот, кстати, Плетнев, Антон Романович, майор. Плетнев. Не позволю мучить меня. Арестовывайте меня, обыскивайте меня, но извольте действовать по форме. И все-таки, милостивый государь, где вы были в тот день? Так, стоять, 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 стоп. Гена, какое твое сквозное действие? Расколоть Родиона. Нет, это внешний конфликт. А действие сквозное, которое встречается с контрсквозным действием? Не знаю. Ну и плохо, что не знаешь. А у тебя какое действие? Доказать, что я не тварь дрожащая. Вот ты доказывай. А не бубни себе под нос выученный текст. Хорошо. Юрий Иванович, кипяток, по-моему, перебор. Да? Как сказал Маяковский, театр — это не отображающее зеркало. Это увеличивающее стекло. Тем более, мы делаем сон Раскольникова. Это может быть все, что угодно. Что ты собираешься делать? Я? Я сегодня. Да что там сегодня, сейчас? Пойду и скажу ему. Все. И поверь мне, любой взрывомысля человек на моем месте поступил бы точно так же. Вот это для нее будет самый хороший стресс. Саш, не смей. Еще как по смирю. Дай прощу. Если ты это сделаешь, я уйду. Ах, вот оно что. Так тихо там за кулисами! Тишина! Ладно. Посмотрим. Все, давайте без этих лишних вопросов, кипяток, не кипяток. Давайте собрались. Начали! Я не позволю мучить меня. Арестовывайте меня, обыскивайте меня. Но извольте действовать по форме, а не играть со мной с. И все-таки, милостивый государь, где вы были в тот день? Я не помню. Кажется, у Светригайлова. У Светригайлова? Ну да. А он это отрицает? Тогда у Лужина? У Лужина. Точно? Ну да. Прости, брат. А-а-а. Да! Да я их обеих! Елизавету не хотел! Случайно получилось! А-а-а! Ты что делаешь? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Терпимо! Ну как сказать? Технология однако-с. Очень талантлива. Очень. Давайте собрались. Ну хорошо, мы готовы подождать еще немного. Только если вы гарантируете, что у него никаких кризисов не случится. Не-не, никаких кризисов. Юрий Иванович очень ответственный человек. Да? Да. 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 Владимир Романович. Федоров грубо нарушил законодательство. Сокрытие документов от регистрации это, знаете, не шутки. Плюс нарушение дисциплины. Ну и не сдал нормативов по физподготовке. Ну это не главное. А что главное? Ну, вы же должны быть в курсе. Установка управления, доверие граждан и дисциплина. Это прежде всего. Ну а о каком доверии может идти речь, если человек приносит заявление, а его швыряют в стол? Вы же должны понимать, что существует еще и другая установка. Какая? Кто бежит не с нами, тот бежит от нас. Так что вы же определитесь, с кем вы бежите. Всего вам доброго. Тренируйтесь. 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 Приказ на Федорова, ко мне. Настя. А? В номере кто-то был. Почему? Журнала лежала, глушкой вниз. Я это точно помню. Гонщина не убирала, я узнавал. Хозяин тоже не заходил. Что, им все пропало? Да нет у меня, брать-то нечего. Слушай, может быть, они просто хотели посмотреть дела? Может быть, тогда придут еще раз. Знаешь, мы в детском лагере ставили ловушки, чтобы взрослые не лазили в наши тумбочки. Может, поставим? А давай. Стой. Смотри, например, утюг. Лерочка, ну я прям не знаю, что делать. Представляешь, приезжали спонсоры, смотрели репетицию, и им понравилось. И они готовы еще подождать с условием, если твой больной доработает до конца. Ну, то есть до премьеры, понимаешь? Серьезно? Ну, абсолютно серьезно. Они же ведь не знают, что он не настоящий режиссер. Считают его самым настоящим. А если память вернется? И что тогда? И они готовы подписать с ним контракт? Да вот тут и оно. А у него ни паспорта нет, ни ННН, ни страхового. Ну, хорошо, дядя Сережа, заключайте контракт. Паспортные данные все равно никто не проверяет. Если к нему вернется память, я что-нибудь придумаю. А с актерами договоритесь. Да уж, конечно. Обратного пути все равно у нас теперь нет. Электроэнергии нам поставляют в электродийские сети. Город платят, но не всегда вовремя. Слушай, мне пора. Сети сразу подают в арбитраж. И, конечно же, выигрывают дело, потому что ими владеет Марусова. Как только деньги ей поступают, они сразу выводятся в офшор. Например, предприятие, которое записано на жену Марусова, оно владеет землями, на которых находится муниципальная собственность. Школа, библиотека. И город каждый месяц платит им за аренду. Где-то около пяти миллионов. Я об этом никто не знаю. Ну, почему не знают? Знают? Просто Марусов не одиночка. У него много влиятельных друзей. В частности, губернатор. Он в доле. Есть депутаты, которые пытались поднять этот вопрос, но дальше интернета дело не зашло. Добавь к этому еще Марусов хорошо знаком с криминальными авторитетами. Это через Ланцова. И с этими ребятами просто никто не хочет связываться. И ты считаешь, что я со всем этим справлюсь? Я уверена. Ты единственный, кто сможет размотать этот клубок. Так, смотри, у меня здесь в блокноте подробно описана эта схема. Ладно, полистай. Да, Антон, прости меня, пожалуйста, но я не удержалась и дала информацию в местную газету о бегстве Бузина и его племенинника. Зачем? Я же тебя просил, Настя. Я просил тебя. Мне хотелось, чтобы эти тараканы зашипелились. Они должны знать, что против них тоже есть сила. Все, до вечера. Бог кого очень любит. И на кого много надеется, тому посылает много несчастья. Вот что я придумал. Смотри, мы эту сцену решим так. Без декораций опускается черный занавес. И на его фоне Светка читает монолог Сони. И музыка пошла, фонограмма. Здорово. Юр, Сергей Геннадьевич просил заскочить. Они потеряли твой договор и хотели заключить новый. Хорошо. И еще. Изначально пьесу должен был стоять другой режиссер. Никитин. Но у него возникли проблемы и пригласили тебя. Но с одним условием. Твоей фамилии не будет на афише. А. Почему? Это бизнес. Зритель ходит на имена. Да, да. У Никитина уже есть имя. А у тебя пока нет. Пока. Ну, да. Роман, Путин спешно покидает город, он до того, как... Юр, мне пора бежать. Да-да, а я поработаю еще. Угу. 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 Антон Плитнев, следователь следственного комитета, пока он комментариев, к сожалению, оказал. Мы находимся в городе Великодельске. Великодельске. Уголовный тем самым отделением, где работает следователь Антон Плитнев. Еще раз попробуем получить от него комментарии о ходе следствия. Ну, хотя бы в общем чертах. Есть комментарии. Скажите, а почему Великодельский именно началась в арбатурке? А кто следующий чиновник? Ситуация следственного процесса осложняется тем, что совсем не... Плетнёв. А ну оставь этот удар! Антон, ну что вы как маленький? Ну, кладите туда, в подсобку! Антон Плетнёв. Юрий Иванович, вы в порядке? Я в полном порядке. А что это за Плетнёв? А, да это ещё Лузан отправлял из Калининграда. А там ревизора что-то нашли по льготным лекарствам. А почему не нашего? Занятые все были. Вы же сами командировку подписали. Свяжись с ним и узнай, как там что. Кабы не перестарался. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю. Да, это я. Ой, Антон, привет. Ты куда пропал-то? Хоть бы позвонил. Да и со мной тут связи не было. А где я сейчас? Как где? В Великозельске. Ты там не пей много. Пока. О, Юра, вот вы где. Нам договор надо переписать. Старый куда-то пропал. Сергей Геннадьевич, что происходит? Вы кто? Кто такая Лера? Вспомнили. Я вам сейчас все расскажу. Ну нельзя же так. Я же не кролик подопытный. Ну раз вспомнили, значит можно. Позвоните ей. Одно только, жалко, пьесу не доделайте. У вас, честное слово, неплохо получается. Сергей Геннадьевич, доделаю я пьесу. Так вы Лере не говорите. Ну, как будто я еще ничего не вспомнил. Хорошо? Хорошо. Ну, хорошо. А смысл? Я и сам хочу рассказать. Вот расписание поездов. Это электрички. Это эти товарники. Это пассажирские. Замечательные. Транзитные выписал? Да, конечно, как просил. А это ж Настя. Стан, а как она его? Она, наверное, забыла, когда мне по роже, по лицу мне врезала. Можно я сам ей передам? Повод будет встретиться. Не вопрос, конечно. Спасибо. Да. Антон Романович, из Москвы звонят. Багров, соединять? Да. Да. Моё. Алло, Плетнев. Да. Слушай, почему сливаешь информацию, минуя пресс-службу? Ты выговор захотел или не полное? Они сами, Эдуард Фёдорович. Короче, что там у тебя? У меня всё хорошо. Два ареста. Значит так, напишешь подробную справку, вышлешь в Витнегерской почтой. Помощь нужна? Не-не-не, мы сами справляемся. Ну, в общем, ты не стесняйся. Люди есть. Если надо. Понял? Я понял. Обязательно. Если понадобится, я обязательно позвоню. И чтобы без самодеятельности обо всех планах докладывать или мне, или Прокофьеву. Всё. Жду справку. Понял. Спасибо. Спасибо. До свидания. Эдуард Фёдорович. Ё-моё. Юра, что случилось? Я тебе звонила, у тебя телефон выключен. Где ты был? Извини, Лер, в театре задержался. На сцене думал. Иди, мои руки. Я ужин приготовила. О, я такой голодный. Я испугалась. Спасибо. Когда ты трубку не брал? У тебя точно всё хорошо? Абсолютно всё хорошо. Борщ будешь? Борщ? Надо же. Я о нём так мечтал. Со сметаной? Да, пожалуйста. Зелень. Да. Спасибо. Лер. Да, родной. Ты правда за меня испугалась. Ну конечно. Мало ли что. Ты, наверное, Семён Аркадьевич, я тебя у него тоже искала. Что? Вот и я. Юра, это ко мне. Ах, тебе. И я тоже к нему поверю. Да я поговорю с человеком. Подожди, просто поговорю с человеком. Добрый вечер. Здравствуйте. Приятного аппетита. Надеюсь, супчик не пересолен. А то Лера знает хозяйка хоть куда и может перестараться. Да, я смотрю, вам тут комфортно, да? Но только вы не Юра, молодой человек. Саша, не смей. Еще как посмею. Устроили меня тут. Помню, не помню. Все, хватит. Вот так вот, надоело. А вы, собственно, кто? Юра, спокойно. Ты хочешь сказать, что он потерял память? Сидит тут, наворачивает. Тогда я потерял разум. Понимаешь или нет? Тут же без эксперимента все понятно. Хорошо устроились за мой счет. Значит, молодой человек, без памяти, вы уж извините, что отвлекаюсь от трапезы, но хочу вам рассказать, что вот эта замечательная, прекрасная девушка, она не ваша жена. Слышите меня? Она моя жена и ничья больше. Я тебе не жена. Помолчи, говорю. Она лечит психов. Ну, что-то вроде вас. Вы уж извините. Понимаете, у нее такая как бы практика странная. Завлять человека переживать, чтобы он вспомнил, кто он есть. Вот и все. Вы не вспомнили? Ой, он не вспомнил. Странно. Обычно все вспоминали. Поэтому давайте сделаем проще, чтобы не было никаких этих недоразумений. Она сейчас пойдет домой, ну, к нам домой. А вы можете делать все, что хотите. Вот так. Так что извините, эксперимент не удался. Пойдем. Я никуда не пойду. Слушай, не сходи с ума. Пойдем домой. Я не пойду. Пусти меня. Пойдем. Пусти. Пойдем, пойдем. Пойдем. Минуточку. Так мы с вами так и не познакомились. Господи, боже мой. Юра, я же вам говорю, вы не Юра. Ай, тихо, тихо, тихо. Юра, ты что? Юра! Юра! Он ушел. Прости меня. Он сказал правду. Это был эксперимент. И я не режиссер. И в Таиланд мы с тобой не ездили. От хулиганов я тебя не спасал. Шалко. Было красиво. Теперь вспомнить нечего. Нет, есть большой плюс. Твою маму старый камуш, я не называл. А чья это квартира? Я сняла у знакомой. А сосед? Попросила подыграть. Так, ясно. Интересно у меня за отцена получилось. Я тебе чайку сделаю. Хочешь? Что? Я даю ему твой вкусный порщ и сделаю тебе чаю. Когда у моей бабушки случился второй инсульт, я ухаживала за ней два года. И она научила ее заново говорить. Она все вспомнила. Ну и после школы я поехала в Москву и поступила в медицинский. Окончилась от леча и устроилась в исследовательский институт. Там я познакомилась с Сашей. Он обследовался у нас. У него были проблемы с бессонницей. Кстати, он никогда не приносил мне завтрак в постели. А если бы он не пришел? А если бы он не пришел? Ну, я бы не хотела, чтобы к тебе вернулась память. Почему? Ну, тогда бы ты ушел. Ну, тогда бы ты подтвердил свой метод. Подожди, но ты хоть что-то вспомнил? Нет. Да. Это его телефон. Я ему здесь этого Валентина подарила. Там была надпись, я ее на заказ сделала. Он затер. Что там было? Правда, хочешь знать? Пупсику. Не смешно. Это что? Правда, пупсику? Ну… Ну, а что? Не обращай внимание. Это так. Пупсик, да? Держи. Пупсики. Мужик, что сказал? Трубу на вокзале взял. У барыги за тысячу. Все? Наша миссия окончена, господа, едем домой. Я не хочу уезжать. А как же пупсик? Ну, перестань. Я же сказала, просто хочу посмотреть ему глаза и все. Дима, здравствуй. Что ты здесь делаешь? Привет, Настя. Вот блокнот. Я по пути заскочил. Ты его у Антона забыл. Спасибо. Настя, понимаешь, какое дело? Я сегодня утром к нему заходил, блокнота не было. А потом он появился. Вряд ли он в форчку залетел. Что ты хочешь этим сказать? Не люблю, когда дурака из меня делают. Дима, мне кажется, что мы с тобой уже все решили. Настя, может ты и решил, а я пока нет. Он зачем? Он же не останется здесь. А ты никогда с ним не уедешь. Поэтому ты решил его заменить? Хотя бы внешне? Да я вообще давно хотел купить. Знаешь что, Дима, ты не случайно проезжал меня. Ты специально стоял здесь и ждал меня, и знал, что может быть я не вернусь. Зачем? Потому что я буду ждать тебя всегда, в отличие от него. Дима, езжай домой. Перестань попугайничать. Это глупо. Он никогда здесь не останется. Я понял! Я все понял! Стоп! Стоп, артист! Остановились. Давайте пять минут и сначала сделаем. Гена, поувереннее. Кто ж увереннее? Нормально я играю. Нет, Гена. Ты выученный текст читаешь, как чтец, а не артист. Вообще-то я всю жизнь на сцене. А вот ты, Ген, за всю свою жизнь не спрашивал себя, зачем люди ходят в театр? Ведь многие знают наизусть и Гамлета, а ведь все-таки ходят и ходят. Не в буфет так потусоваться. А еще ты не спрашивал себя, почему тебя в кино не снимают. Ну и почему интересно? Ну вот, когда ответишь на первый вопрос, тогда правильно ответишь и на второй. Все, давайте, через пять минут сначала начнем. Ну что-то не вспомню я. Ну а если денег дать, вспомнишь? Ну, пятерочки хватит. Не, есть более надежное средство, да? Веревка, вода, лес, утюг. Вещь хорошая, а? Лень, спокойно. Кто продал телефон? Да бомжеры какие-то. Поконкретнее. Я паспортов не спрашиваю. Ты что, охренел козырь, а? Да тихо-тихо-тихо, одного Льфредом звать. Вот, видишь? Я могу позвонить, когда он придет. Мы лучше здесь подождем, а ты покажешь. И не вздумай не узнать, родной. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Антон Романович, вас Москва, соединять? Кто? Не представились, просто просят вас. Ладно, давайте. Говорите, он на линии. Алло, Антон Романович? Да. Полетнев? Да. Алло, я слушаю вас. Моя фамилия Иванов. Юрий Иванович. Вы меня не помните? Нет. Ну как же, я из Калининграда, вы ведете мое дело, похищение исторической ценностью шестнадцатого века из-за моей квартиры. Я хотел бы узнать, ничего покрыне известно. Нет. Как только мы что-нибудь выясним, сразу перезвоним. Угу. Перезванивайте, перезванивайте. Дим, я составил запрос в несколько годов. Отправься через вашу канцелярию. Сам отправляй. Не понял. Что случилось-то? Я же тебя просил. Отстань от нее. Давай потом поговорим. У меня сейчас люди вызваны. На хрена ты сюда приехал? Саша вчера был в институте у меня. Нажаловался. Ну и что? На завтра назначили переаттестацию. Какую? Ну, будут узнавать, пригодна я или нет. И, наверное, скажут, что непригодна. Спасибо. К чему? Ну, я же не смогла вернуть тебе память. Лишат право заниматься врачебной деятельностью. Насовсем? Ну, пока не пересдам. А это гораздо труднее. Ну, похоже, что насовсем. Лена. Пойдем. Мне, Романович, с властями общаться совсем неверно. Антагонизм. Но я, знаешь, я не за себя прошу. За экологию. Ну, с химкоменатом можешь даже не волноваться. И уже пять лет как развалили. С китайцами тоже вряд ли помогу. А вот со спутниками можно. Не гонишь? Нет. Завтра же позвоню в Роскосмос. Есть связи. Попрошу, чтобы над твоим лесом не летали больше. А так они испугались. Чего ты тогда пришел-то? Чего пришел? Все же ходят. Чего ты с ума сошел? Я не беру взяток. Только поразыми щенками. С собакой могу помочь. Сколько надо? Не надо. Тебе, дай волю, ты лося приведешь с медведем. Не надо. Ступай, иди. Все. Спасибо. Ой, Гречан. Ну, давай. Бывай. Да, пока. Антон Романович. Здрасте. Добрый день. Добрый день. ПСБ Великозельская. Здрасте. Ваше удостоверение можно? Я его в гостинице забыл. В пиджаке. Опасно забывать документы. Украсть могут. Ольга. В blocking сковород. Ваши-магазин, вanç neфть. Ваши-магазин. Собака. Ваши-магазин. Субтитры подогнал «Симон» Хотел показать вам одну вещь, возможно, вас заинтересует. Поехали. Ну, здравствуйте, Вячеслав Андреевич. А, кстати, форма вам очень идет. Я думаю, прием посетителей закончен. Значит, ты документы и формы украл и сбежал, чтобы отсидеться? Ну, а дела зачем возбуждать? Отключи. Ты же, ты же такой же, как они. Ну, не такой я. Не, ну ты такой. Не надо. Ну, вот одно лицо точно такое же. Не надо, не надо. Не такое, а другое. Хорошо. А почему ты после универа не пошел в органы работать? Да я это уголовное право еще, когда учился, не переваливал. Прям. Ну, не мое это. Не мое. А юрфак закончил с отличием? Ну, так получилось. Правильно. Лучше фирмы банкротить в Москве и в судах там все эти дела вертеть. Конечно, ты же в органах на кабриолет не заработаешь, так? Ну, так получилось. Ладно. Ну и что, ты реально думал вот это все до суда довести? Не знаю. Ничего другого не оставалось. Здесь бежать никогда не поздно. Было. Ну, почему? Почему? Да какая теперь разница? Я вот посмотрел на этих вот, почитал дела, уроды, мораль. Думаешь, господи, ну сколько можно народ за быдло держать? Ну, твари. Это я к тому, что меня никто не посылал. Я сам все это замутил. Как-то так вот накрыло. Совесть так вот, как-то так, я думаю. Никогда собираться. Подожди. Е-мое. А вот, взгляни. Это что за кой? А это интересная страница из жизни нашего городка. Точнее, его руководителей. Все подлинное. Хоть завтра в работу. А чужой саммит, а? Да это дальше начальника нашего следствия не пойдет. А потом мне здесь жить. Всем остальным тоже. Слава, я не знаю. Я не знаю, для чего ты все это делаешь, но... Да дави их. Где? Вот. А он вот здесь прямо лежал. А я бутылки собирал, а он позвонил. Ну, я ответил, а там баба орала. Ну, голос такой противный, сволочила. Ну, я послал, а эту, эту, симку выкинул. Нормальный голос. А... Ну, это дело вкуса и вербального восприятия. Так телефон-то где? А, Витьки на вокзал толкнули. Николаевич, точно он был здесь? Точно. Иди поговори с Алдейом. Понял. Слушай, ну мужики, ну... Иди. Я тут подумала, Коль. Может и хорошо, что он эти камни умыкнул. Может. Да. Плохо только, что я по дату дела дом заложил и все депозиты. Даже страшно подумать, что будет, если не найдем. Ну, что же ты так? Неосторожно. Да мы его по дороге подобрали, в одном халате. Острая боль в животе. Приезжаем в больницу, а его нет. По пути выскочил и вещички прихватил. С черепно-мозговой травмой. Ну, а где именно подобрали? На Соколе голосовал. Он, наверное, лет тридцать. Худощавец. То есть, подожди, того с пробитой башкой вы сдали, правильно? Ну, конечно. Приемный покой. Мне себе живо оставлять. Без сознания был. Там вообще серьезная травма. Вы извините мне на выезд. А, ладно. А то есть, получается, что Антоша-то никуда не сбежал? Ну, а если это комбинация? Какая комбинация? Тебе сказали, человеку реально башку пробили. Да больная здрачка своевременно произошла. Не, надо в больницу сгонять. Да Ирке не болтай, я тебя прошу. Валерия, то, что вы пытаетесь доказать, доказывать не имеет смысла. Все и так известно. Да. В чем уникальность вашего метода? Прежде всего, речь идет о реабилитации. Есть понятие направленный взрыв. Мой метод – это направленный стресс. Скажите, а вы уверены, что вот ваш так называемый взрыв, он не убьет пациента окончательно? Нет, не уверена. Но пока никого не убили. Данные довольно любопытные. Все пациенты, кроме последнего, все вспомнили. Кстати, что с последним пациентом? Там особый случай. И в чем его особенность? Сейчас объясню. Вот, видите, вам и сказать нечего. Этот метод – какое-то средневековье. По-вашему, чтобы к человеку вернулась память, его достаточно столкнуть с моста. Это тоже стресс. И потом, люди не мыши, чтобы над ними такие опыты ставить. Здравствуйте. Юра, ты что здесь делаешь? Я все вспомнил. Вы кто? Это… Я больной, уже здоровый. Это тот самый, последний. Здравствуйте. Что вы хотели, молодой человек? Я пришел рассказать, что я все вспомнил. А вы действительно теряли память? Да. Его ударили по голове, он попал в больницу. Есть документы. И это правда? Ну, допустим, допустим. Вас мы уже слушали, а теперь послушаем больного. А что вы вспомнили? Моя фамилия Плетнев, Антон Романович. Я из Калининграда. Поступал в театральный, но не поступил, закончил юридический. Сейчас майор юстиции, следственный комитет. В Москве находился в служебной командировке. Документы в скорой украли. Именно сегодня вспомнил? Да, сегодня. Жаль, что вы не поступили в театральный. Валерия Львовна, как вам несовестно? Почему же вы нам не верите? Ну, я вам честно говорю. У вас семья есть? Нет, родители умерли. Ну, а жена, дети? Развелся я. Похоже, у него еще и мания величия. Плетнев, Антон Романович. Сейчас находится в городе Великозельске. И он очень популярная личность. Как вы можете это объяснить? Я действительно туда ехал, но не доехал. Другого, видимо, послали. Ну, там в пресс-центре что-то напутали. Ну, хотите, позвоните ко мне, начальнице или дежурную часть. Ну, я Плетнев, понимаете? Ну, хорошо. Диктуйте. А я у тебя какой по счету? Четвертый. Похоже, твой метод работает. Скажи, а ты ведь не сегодня вспомнил? Почему ничего не сказал? Тогда все закончилось. И что? Я не хочу возвращаться. В Калининград? Нет, Калининград я люблю. И что ты думаешь делать? Не знаю. Но обратно я не хочу. Ну, попался. Здорово. Привет. А где остальные? Какая тебе разница? У нас новости. Смотри, нашелся наш пропащик. Походу, это Иглева его и забрала. Да. Нашелся. Теперь осталось узнать адрес и наведаться к нему. Успеем. Пару-тройку деньков последим, мало ли камушка объявится, а там посмотрим. Вот. Ну, теперь я не сомневаюсь, что этот голый человек в скорой совсем не случайность. На ходу запрыгнул. Здоров. Смотри. Нашелся наш гад. Не поняла, что это с ним за дешевка. Мы выделили средства на восстановление наших знаменитых курганов. К слову, ремонт дороги уже идет. Вот. Собираемся профинансировать научные исследования и доказать, что именно здесь, в наших краях, появились первые племена, от которых произошел русский человек. Есть информация, что ваши инициативы встречают активное сопротивление. Это так? Знаете, русофобские настроения крайне велики, особенно на Западе. Я что? Защитник всей Руси. Задергался. Я уверена, что из-за тебя. И любое упоминание об успехах России, знаете, им, как говорится, серповым помогут. А мне, между прочим, местный вестник предложил сделать интервью с тобой. Якобы в поддержку. Почему якобы? Потому что его контролирует Марусов. И без его ведома ничего не напечатают. Ну, либо они хотят перестраховаться на случай перемены ветра. В любом случае, я согласилась. Зачем, Настя? Потому что там мы сможем напечатать все, что нам нужно. Антон. Не надо, Настя. Я не фотогеничный. Я плохо пообщаюсь. Я на себя не похожу всегда. Не надо, Настя. Так, давай. Это нужно для дела. Они бы обещали разместить фотографию на первой полосе. Встань, пожалуйста, туда. Солидно. Не нравится, как-то не солидно. Давай форму оденешь. Не надо форму. Не надо. Народ форму не любит. Давай так. Ну, майка тоже плохо. Давай пиджак. Ну, давай. Димка купил себе такой же. Чего это он, друг? Не знаю. Наверное, думает, что дело во внешности. Теперь мне не нравится фон. Пойдем на улицу. Ярочка. Мне нужно будет уехать на пару дней. Я с дедом Сережей договорился. Но без документов не получится. У тебя нет на вокзале никого знакомых? Антон, ну, найти-то не проблема? Ну, ты что, собираешься в жизнь быть Ивановым? Почему ты не хочешь сказать, что ты нашелся? Что ты скрываешь? Ты прячешься от кого-то? Да, хорошо. Я прячусь. Но это связано со службой. Я накопал на очень серьезных людей. Контромант на Алмазов. Я хотел передать информацию, но я не успел. Меня ищут люди. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Но верни, пожалуйста. Правда? Правда. Вот они. Слушай, что мы за ними ползаем, а? Только время зря теряем. Надо брать их с утра, пока тепленькие. Все, и на дачу ко мне. Тут, кстати, недалеко домик на отшибе. Питание не хочу вообще. Ну, как ты себе это представляешь? Тут камер вокруг полно. Ну, ладно, одного еще затащить в машину можно, а второго как? То есть, два их. Ну, что, мы как-то четыре в багажник засунули? Без проблем. Вова, вот лично вот ты будь просто наготове, хорошо? Да, еще одно. Дерезубов просил Ирке ничего не говорить. Зачем? Дерезубов теперь к Антохе ревнует. Боится, что она его увидит сразу на шею и бросится. Миром правит любой. Лютый, ты романтик. Чего? Надолго они приехали, черт. Мэрию. Здрасьте, Иван Михайлович. Антон Романович. До работы не попросите. Нам по пути. Прошу. Поехали. Поехали. Это я не делал. За мой гардероб возвращаю. Спасибо, что выручили. Согласны. Чекам. Это подарок. Нет-нет, это никаких подарков. Возьмите. Ну, как знаете. Вот тоже любопытная бумажечка. Узнаете, да? Хотя она к делу не относится. Ну, как посмотреть, да? Ладно. А это выпуски из счетов. Объясните мне, пожалуйста, уважаемый Иван Михайлович, что это за транзакция? Повторяю, я без адвоката ничего говорить не буду. Ну, вы же прекрасно понимаете, что адвокат вам сейчас поможет, как аспирин при онкологии, только для самоуспокоения. Машина запущена, ее уже не остановить. Машина? Да. Какая такая машина? Ты что думаешь, я не знаю, кто тебя прислал? Да неважно, кто меня прислал, откуда прислал. Вот это не я придумал, это факт. Прискорбный, но факт. С какой стороны, не посмотри. Откуда это у тебя? Иван Михайлович, вы работаете не в одиночку, а в тесном сплоченном коллективе. Вы как мушкетеры. Один за всех, и все из одного. Вы у нас кто? Арамис? Д'Артан... Нет, вы не Д'Артанян. Нет, вы Атос. Ладно, шутки в сторону. У меня к вам предложение. Вы же, наверное, догадываетесь, человек вы умный, что меня сюда прислали не по вашу душу, не по душу этой шпаны, которую я закрыл. Кстати, не по беспределу, а по закону. По закону, Иван Михайлович. Ну ладно, вернемся к нашим баринам. Предложение следующее. Я вам даю двадцать четыре часа. Хотите, последуйте примеру Пузина Старшего. Хотите, напейтесь. Хотите, в курганы заройтесь. У вас полная свобода выбора. Отступать вам есть куда. Наверняка запасной аэродромчик где-нибудь в Валенсии у вас имеется. Оформленное на имя бывшей жены. Хотя, для настоящего чувства, штамп в паспорте. Три этажа, винный погреб, конюшня. Даже собственная картинная галерея имеется. Правда, с поддельными полотнами. Иван Михайлович, вас обманули с русским авангардом. Да, потому что на каждом прохинде найдется свой бендер. Да. Ну, неважно. Все равно неприятно увидеть это лет через пятнадцать. А то и вовсе не увидеть. А что взамен? А после премьеры мы поедем с тобой в Таиланд. Что ты имеешь в виду? Ну, будем воплощать твои фантазии в жизнь. Что ты имеешь в виду? Я Таиланд. Выбайся, быстро машину! Ну, вот тебе и кино. Паша, давай ее, Паша! Что смотришь? Ты зачем Ланцова отпустил? Не отпустил и заключил сделку. Зато он много чего интересного сказал. Странно у тебя какой-то подход. Ты вместо того, чтобы задерживать, со всеми сделки заключаешь. Даже подозрительно. Ну, по-моему, еще кого-то посадил. Нет? Да на Ланцове клейма негде ставить. Какие могут быть сделки? Успокойся ты, Дима. Успокойся. Не все так просто. Ты рассуждать как бабка на лавочке, а не юрист. В тюрьму, всех в тюрьму, всех в тюрьму. Что толку закрыть Ланцова? Пускай бегает, писанина меньше. Зато теперь есть о чем поговорить с Марусом, предметом поговорить. Да? Да. Зато потом опять сделку с ним заключить и так до бесконечности. Не волнуйся, Марусов последний. Слушай, и, Дим, давай между нами. Кончай обезьянничать. Не понял. Я про пиджак. Под меня косишь, не идет тебе. Ну, не смеши ты людей, а. Зато ты у нас мачо, герой-любовник. А ведь это Настя тебе предложил разыграть меня, да, с пощечиной. Верно? А знаешь почему? Чтобы я помогал тебе. А ты что думал, увидела московского принца и все, голову потерял? Да как бы не так, Настя не дура. Она ничего не делает просто так. Я уже знаю, поверь. Поэтому губу не раскатывай. Она тебя банально использует. Пускай в своих благородных целях поймать всех этих упырей. Она и статейки будет писать, и помогать, чтобы ты их только запрессовал. Она, кстати, и меня тоже использует. Странно, ты про девушку, которую любишь. Да мне пофиг, какая она. Хоть десятерых убьет и ограбит, я ее и дальше любить буду. На. Дарю. О, а вот, Антон Романович, а мы думаем, куда я пропал? Хоть бы смс-ку, что ли, отправил. А то жена волнуется, место себе не находит. Да и что она тебя нашла? Такая женщина. Такой жулик. А вас-то как зовут? Валерий, кажется, да? Очень приятно. А вам Антон Романович не рассказывал, куда он эти камушки тут спрятал? Да не трогайте ее, она ничего не знает. Между прочим, мы и тебя пока еще не трогаем. Камня где представитель закона? Я не знаю. Я приехал на встречу в кафе «Алмаз». Столкнулся там с кавказцем. Ну, вышли, он ударил, я очнулся уже в больнице и без одежды. Что, совсем без одежды? Псс! А где она? Ну, в смысле, одежда? Украли, наверное. Хорошо. Допустим. А почему тогда было вам не позвонить нам? Ну, мы же, наверное, бы поняли. Амнезия у меня была. Чего? Ретроградная амнезия. Нарушение памяти. Он ничего не помнит, что было до травмы. Ты ведь все просчитал. Потому как знал, что мы тебя все равно найдем. Ну, а так, вроде как, я не я, хата не моя. Отсюда вся эта и хитрая комбинация. Хорошая комбинация, да? Да, нормальная комбинация. Да не слушай ты их. Вера, я вот хочу вас спросить. А вы действительно верите, что он вас любит? Отпустите ее, а со мной разбирайтесь. По-моему, ей здесь неплохо. Здесь же воздух такой хороший. Огурцы, пчелки. А пчел еще пока нет. Огурцы это просто маленькие пока. А потом они вырастают еще вот такие, как баклажаны. Чего? Тот, кто украл мою одежду с документами. Он сейчас в Великозельске. По новостям его показывают. В интернете это есть. Сейчас. Ну-ка, ну-ка. Николаич, ну-ка посмотри. И вы утверждаете, что вы с ним не знакомы? Так же, как и вы. Пинжак. Пинжан. Ты чего не понимаешь? Николаич, по-моему, похоже на того. Из скорой врач описал. Ну, хорошо. Украл деньги, документы. А в Великозельске зачем ехать? Хрен его знает. Найдем, спрочем. Я тоже пойду. Антон, я боюсь за тебя. Будь, пожалуйста, осторожней. Серьезно? Марусов не будет церемониться. Надо попросить у Димы охрану. Хочешь, я этим займусь. Людей никто не даст. Настя. Почему цены? А почему ты вдруг этим заинтересовалась? Мне сорок лет, я взрослый дяденька. Просто так ничего не бывает. Я жизнь знаю. Теперь раз понимаешь, что у нас нет перспективы. Я уеду, все заботится. Поэтому я спрашиваю, почему цены? Почему помогаешь? Почему материалы подбрасываешь? Почему? Все остальное. Только честно. Ты намекаешь на то, что у меня есть свой интерес. Ну, такое иногда бывает среди журналистов, которых я терпеть ненавижу. Какой же ты дурак, Антон. Я ни с кем не сплю по работе. А тебе я подбрасываю материал только для того, чтобы ты задержался здесь подольше. Вот такой у меня расчет. Такие у меня интересы. Только ты вместо знака плюс поставила знак минус. Ты ничего не понимаешь. Настя, ты чисто профессиональная. Никому не верить. Настя. Удачи тебе. Здорово. Здорово. Есть будешь? Нет. Дело есть. Сейчас же пули в Великозельском. А где это? Далеко. Два дня на поезде. Но ты полетишь на самолете. Там пару часов на тачке. Найдешь там человека. Представляется Плетневым. Следователем из Москвы. Снимешь пиджак. Либо утопи, либо сожги. Больше ничего. Просто утопи, либо сожги. Окей? Я лететь боюсь? Косяки надо отрабатывать. Полетишь. Я не понимаю. Я что тебе мешаю? Ириш, ты что? Ну, это нормальное мужское желание. Я за тебя боюсь. Махач-клажни, Турция. Встречаться я еду с творческой интеллигенцией. Ну и потом, на один день всего. А ты можешь, ну там, в Тертиковку сходить? Ну, хорошо. Но только на один день. Ну ты же, ты у меня такая умница. Да. Подожди одну секундочку. Черт. Да. В общем, на самолет глух и взял на поезд. Что, совсем нет? Угу. Вечером в управлении. Плохо. Ириш, в общем, тут… Угу. Новые обстоятельства, наверное, одним днем не получится. А как зовут твою жену? Ирина. Лер, ну у нас, правда, уже давно деловые отношения. Мы фактически в разводе, а штампик – это так чистая формальность. Почему тогда она тебя ищет? Ну, я хоть и бывший, но муж. Наверное, любая бы искала. Ты к ней собирался на два дня? Да нет. Нам же без паспорта нельзя. Великозельская. Ну ты не верь, что они тебе говорят. Я, правда, у тебя не прятался. То есть это никакая не операция? Нет. Ввязался с дуру курьером. Извини, что сразу не сказал. Вот этот отель. А. Здравствуйте. Здрасьте. Вам обычный люкс? На две ночи. Паспорт, пожалуйста. Хорошо. А у вас от головной боли есть таблетки? Минуточку. Я сейчас посмотрю. Минуточку. 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 Покат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, это разве ваш номер? Сейчас я все объясню. Как только объявится, сразу ко мне. Черт. С ФСБ соедини. Приветствую. А, Ланцов куда-то пропал. Да, дома нет. Трубка не отвечает. Ну, и, боюсь, либо удрал, либо, короче, проверь границу по своей линии и объяви в розыск, да. Какие еще основания? Задница у нас, вот какие основания. Бараны. Вы ко мне? Паспорт хочу. А, ну так постучите. Это там. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Че слышалось? А? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Теперь могу, говори Все, бензаков больше нет Точно нет Точно нет Поджог потом, контрольный в голову Точно никто и найдет Ну вот и успели, я же тебе говорил, что на самолете летать не страшно Все, сваливай Хорошо Плохо, если к четвергу не вернемся Почему? Ну, репетиции еще надо закончить Генка гад халтурит Слушай, а эти мужики, которые к нам в квартиру ворвались Это тоже артисты, что ли? Да Любители Любители, а лучше профессионалов Вот что значит Подход с душой Да, тоже с душой Ну, ладно, извини Да ты тоже актерничала? Станиславский бы поверил Не напрашивайся на признание в любви? Да ничего я не напрашиваюсь Просто В твоих поступках нет никакой логики В твоих еще меньше Отдыхай, отдыхай Такси, такси! Такси, ребят Едем Такси, мужики, мужики Такси, недорого Вот ты Цены ниже европейские, мужики Не пожалейтесь С ветерком, с комфортом Точно хочешь? Точно? Значит так, ребята, внимательно слушаем Степа Если Выходят в пиджаке Вежливо вырубаем Забираем пиджак И уезжаем Если выходит без пиджака Вырубаем Грузим И уезжаем Ну, тоже вежливо Куда грузить-то? Багажник-то занят? А? Багажник грузить-то занят? Куда грузить-то? Салон Вот он А вот и пиджак Паскуда не русская Че не русская-то? Русские вроде Значит, просто паскуды устраивают? Нормально Че, погнали? Ладно Шокер, дай Я сам Знаю я, как ты сам дойти Ну, что вы вылупился? Пиджак Руки убери Руки убери И отобрали пиджак И убежали Гоп-стоп Я тебя предупреждала Будь осторожной Ты понимаешь, что пиджак Это просто предлог А смысл? Я не понимаю Смысл запугать тебя Чтобы ты успокоился Ну, какая разница Не я-то другой будет С другим попробуют договориться Скажи, ты запомнил, как они поглядели? Не-а Я хочу дать информацию в СМИ Не надо Я тебя прошу Настя, не надо Я тебе скажу, когда Нет, Антон Сейчас я буду делать так, как я считаю нужным Люди должны знать Тогда в следующий раз эти уроды подумают Настя, я вчера глупость сказал Прости меня Ладно? Поговорим об этом потом Разрешите? Да, заходи Ерунда какая-то получается Позвонили из Калининграда Говорят, Плетневым заинтересовался Московский институт мозга Якобы он у них Я связался с Великозельском Плетнев работает Мало того, на него покушение, оказывается, было Когда? Ну, давай сюда Вот Сегодня утром Напалили в пятером В масках С битами На трех тонированных джипах Черепно-мозговая Кого-то задержали? Нет Да Сейчас, подожди Подожди Все точно Вот он Это не он Что? Это не Плетнев А ну, отдыхни Да столько не выпьешь, Эдуард Федорович Баба с ним охраняет один лютый Да, один Все, потом объясню Некогда говорить, пока Ну, камушки в порядке В порядке Проходи, садись Только это не те камушки Стекла Ну, Антоша Сволочь ментовская Антоша или Антоша или Николай, ты сам подумай Ты же говорил, что это драка в кабаке И этот мужик в скорой помощи Что это все не случайно Ну, вот, все срослось же Ну, куда бы он от нас убежал Вы сами подумайте Он же знал, что мы его найдем Вот, на меня все стрелки перевел Ладно Приедем, разберемся Кто на кого какие Стрелки перевел Чай, будешь? А я догадывалась, что ты женат У тебя кольцо на пальце Да был, был женат А чем занимается твоя жена? Ну, то есть, бывшая жена Сейчас не знаю А работала человеком со связями Есть такая профессия Она меня в органы и устроила С перспективы на карьеру А ты не хотел Я активно сопротивлялся, но Но любил ее и сдался Сдался и дослужился до майора Вы вместе живете? Лер, знаешь, почему я от нее ушел? Она меня ревновала каждому столбу Ей как будто это удовольствие доставляло Ревность ради ревности Потом мне все это надоело Я взял вещи и ушел на съемную квартиру Пожалуйста Не ревну меня Пожалуйста Вижу Вижу Ушел. Лер, я сейчас. Антон, только осторожно. Отойди. Антон, осторожно. Ты куда собрался, крысеныш? Добавить? Антошенька, миленький мой. Куда же ты пропал-то, а? Может, тебя похоронили уже? Ну, ты бы хоть позвонила. Не делай так больше, ладно? Лер, ты здесь откуда? Так я ж тебя всегда нахожу, родной. Мы все, пойдем отсюда. Поехали скорей. Я все подготовила. Что все? Я тебе по дороге расскажу. Пойдем. Пойдем скорей. Познакомься, Лера. Это Ира. Очень приятно. Очень приятно. А вы, Валерия, да, врач Антошин. Скажите, он в порядке? Он в полном порядке. Прекрасно, спасибо. Пойдем. Я тебе все объясню. Не надо. Желаю счастья и богатства. Лер, погоди ты. Антон Романович, вернитесь к своей жене. Антош, поехали. Ну, поехали. Ира, как ты меня нашла? Дружок твой позвонил. Гудков. Пашка? Да. Пиджак не нашли в этом Великозильске? Сказал, что вообще могли тебя прикончить. Назвал адрес, сказал, спасай. Ну вот, взяла машину на прокат и примчалась. Еле нашла. Блин. Не волнуйся, билеты я взяла уже. Куда? Домой? Зачем? В Тель-Авив. Туда визы не нужны, а? Ну, а там посмотрим. Надо только подумать, как камни провести. Какие камни? Как какие? Те самые, из пиджака. Ира, у меня нет камней. А где они? Ира, я тебе из-за камней нужен, да? Мне нужен любящий, заботящийся муж. Который умеет содержать семью. Эй! Литнёв! Да подожди ты! А ну вернись! Вернись, я сказала! Ах ты скотина неблагодарная, а! Я его спасаю, значит, здоровьем рискую. А он из-за докторшей этой, да? Чем она тебя привлекла-то там? Антон! Ну не нужны мне эти камни. Ну хочешь борщ, я тебе говорю, я не знаю. Антон! Временно недоступен. На пару дней отпрашился, должен был вернуться. Если у него тоже кризис, то театр ваш из народного превратится в инородный. Какой-нибудь бизнес-центр здесь будет, в лучшем случае. Нет у него никаких кризисов. Он и наших за один только запах перегара с репетицией выгонял. Юрий Иванович, ну наконец-то, обыскались вас здесь. Здравствуйте, господа. Извините, трубку потерял. Люди на месте? Конечно. Дайте коллективу, что выходные отменяются. Перейдем на усиленный график работы, в городе операция. Какая операция? Ну, в смысле, иначе не успеем. Я хотел попросить аванс, деньги нужные. И можно я у вас здесь пока поживу? Да, конечно, пожалуйста. А сколько вам надо? Ой, блин, Дима. Черт. Расслабься. До вечера. Угу. Пока. Привет. Здорово. Просил ее подвезти. Не надо. У нас чисто… Хватит. Слушай, Дим, пора с Марсом-то заканчивать. Все основания для задержания есть, так что ты свяжись с ОМОНом. Так только без рекламы. Ладно? Завтра с утра его возьмем, а то он совсем страх потерял. Паразит. Слышишь? И что? Потом опять сделка со следствием? И посмотрим. Если боишься, можешь не ездить. Я один. Марусов, не шпана тебе. Без приказа сверху никто с места не двинется. Идиотов нет. А ты поищи, можешь есть. Там в канцелярии. Ответы на твои запросы пришли. Забери. Алло. Кровеческий. Сергей Петрович, пригласите телефон. Срочно. Здрасьте. Антон Романович? Да. Плетнев. Да. Что-то вы сильно изменились после нашей последней встречи. Простите, вы кто? Простите. 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 Дима. Звони Самарину. Скажи ему, что жена его жива. Она в Белоруссии, под Гомерев. Вторая больница, социальная палата. У него амнезия. А ты куда? Скоро вернусь. Вернёшься? Это вряд ли. Вернёшься? Это вряд ли. Вернёшься? Кровянский. Простите. Вернёшься? Звезды. Вернёшься? Навсёня, missed. Вернёшься? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В России можно, только верить. Федор Тючев Хорош, Тючев. Объясни по-простому-то. По-простому можно. Поймите, можно или разрешать храмы, или восстанавливать. Я попробую восстанавливать. У тебя крыша с лучшим не поехала? Ну какие храмы? Ты реально думал довести это до суда? Позвонить можно? Нет. Ну что? Абонент временно недоступен. Он просто сдрефил. Собери ОМОН, будем брать Марусова. А потом, видать, прикинул, а скорее всего сверху позвонили. Вот он и сдернул. Но дела нельзя выкинуть в корзину. И люди арестованы. Куда их девать? Дима, попробуй узнать его рабочий телефон в Москве. И не подумаю. Захочет сам позвонить. А он не позвонит. Вот что ты мог сделать? Ну, наши могли. Тут район неспокойный. Увидели незнакомые, вперед. У него на спине не написано, кто он. А если это провокация против меня? Чтобы из Москвы подкрепление прислали. Отличный повод. Неспроста его сразу отозвали. Ну, может и провокация. Тогда пиджак не брали. Ты идиот. Провокации как раз так и делают. Значит так, слушайте. Рой землю носом. Но чтобы к вечеру оба эти грабители сидели в камере. И с пиджаком. И с чистосердечным признанием в зубах. Те самые. Давай, работай. Говорил же я. Говорил же. Ай, нам тоже. Ну, жучара. Киданул так киданул. Лютый, ты кого-нибудь видел? Да вырубили меня сразу. Господа, я вот одно понять не могу. Кроме нас, о доме никто не знал. Как же они сюда пришли? Короче, не знаю, как вы, я забугал. Пока еще вон визу не перекрыли. Пока Антошу не найдем, никто никуда не поедет. Ясно? Николай, ты что, они же закроют. Николаевич. Здравствуйте, джентльмены. Не шугайтесь, я один. Просто хочу кое-какую ясность внести. Антоша, ты лучше внеси ясность, куда ты алмазы подевал. Это ты, Паша, лучше знаешь. Я в Москву уже приехал без камней. Не знаю, что ты туда вшил, но точно не бриллианты. И в кафе ко мне этот прицепился, не случайно. Николаевич, да подумай, зачем мне стекла в пиджак вшивать? Антоша, я же и так пиджак забрать мог, да? Ну, это и я так подумал, что это ты у меня из скорой пиджак забрал. Только ошибся. Паша, а ведь ты мог. Судя по новостям в интернете, вы нашли пиджак? Нашли. И камней там не было. Одни стекла. Паша, кто Ире позвонил? Столап. А вот теперь я ясность внести хочу. Слышишь, не видишь? За ним! Быстро! Теревый персонализм, видишь? Чувствовал, что он крыса, а сказать стеснялся. Ты присаживайся. Да. С точки зрения законодательства, все чисто. Даже слишком. Наших так работать не заставишь. Ну и в корзину ты все не выкинешь, там арест. А он не сказал, зачем он все это затеял? Чушь несет какой-то, про храмы. Якобы увидел какой там бардак и решил сам навести порядок. Прямо Юрий Деточкин какой-то. Деточкин. Простите, а поесть ничего нет? Простите, а по-другому, я не знаю, что там действительно бардак. Спасибо. Спасибо. Скажи, а что там действительно бардак? Где его нет, Эгвард Федорович? Да, действительно скандал. Скажи, а что настоящий Плетнев? Да что, в Москве сейчас в театре живет. В каком? В театре народной драмы. Подрабатывает кем-то. Зачем? Ну, голову-то ему серьезно проломили. Был в амнезии, сейчас вспомнил, позвонил. Ну, видимо, крыша поехала. Комиссовать придется. Я вас не сдам. Ну, как? А ты не забыл, что ты в доле даже аванс получил? Ну, вообще-то я простые стекла перевозил. Ну, и к тому же у меня их не изъяли. На всякий случай, Николай Николаевич. Я это дело могу быстро представить оперативной комбинацией. Ну, вот аванс. Можете считать. Что, взамен? Да вообще-то ничего. Просто Лере передайте, что у меня не было камней. Ира, с тобой? А тебе-то что? Мне это крайне важно. Скажи, а на что ты рассчитывал, что ты снимешь с них деньги и смоешься? Да при чем все деньги? Не нужны мне были деньги. Ну, конечно, не нужны деньги. Наш скромный чиновник с ежемесячным доходом в 27 тысяч рублей имеет БМВ М3 кабриолет 13-го года выпуска. Двухэтажной квартирой, 160 квадратных метров в центре Москвы, купленной недавно. Это не то. Все изменилось, понимаете? Ну, ладно, хватит. Вот, ознакомься. А вот еще заявление в ЗАГС. Два месяца тому назад ты решил в корне изменить свою жизнь. И сменил фамилию, имя и отчество. Законом это не возбраняется. А зачем? Ты хочешь остаться на свободе? Ну, я, конечно, не отказался бы. Тогда слушай меня внимательно. Ты уволился из администрации и пришел служить в следственный комитет. Приказ об этом мы сделаем задним числом. Тебе поручили проверку Великозельским. Ты возбудил дело, арестовал людей. Три дня тому назад дело передали другим следователям, а тебя отозвали. А чтобы все выглядело достоверно, даем тебе другое дело. Вот это ерунда. Мелкий мошенник. Хотя эпизодов много. Предъявишь обвинение, арестуешь, направишь в суд. Да, а потом решишь оставаться тебе или подать рапорт и уволиться по собственному. Скажите, а мне потом так и оставаться пред него? Или как? Это твое дело. Ты можешь остаться под старой фамилией. Но только запомни, если хоть одна живая душа узнает о нашем с тобой договоре... Я понял. Я понял. Виталий Иванович, к вам Афонин. Давай. Сходите. Виталий Иванович. Все. Грабителей нашли. Доходи. Признались, гады. И заметьте, добровольным. Правда, пиджак успели продать. Неизвестному. Пошли вон отсюда. Вон! Дверь закрой! Пошли вон. Доктор, вы позволите? Доктор, вы позволите? Доктор, вы позволите? Лера! Лера, не бойтесь! Не, Лера, не бойтесь! Ну, подождите вы! Извините, пожалуйста! Извините за ту чудовищную ошибку и за причиненное неудобство! Какую ошибку? Ну, Антон, ни при чем! Его подставили! Бриллианта взял другой человек! Меня это не интересует! Лера, а вот, честно говоря, зря! Я вот, он вас очень любит! Вы ему далеко не безразличны! Лера! Настюш, привет! Привет! Это я! У меня все в порядке! Я не пропал! Все нормально! Ты мог хотя бы предупредить? Я уже все передумала! Прости! Прости! Надо было срочно уехать! Назад ты вернешься? Что? Назад ты вернешься? Да, да! Обязательно! Обязательно! Как только доделал дела, и вернусь! Хорошо! Все! Диме, привет! Передай! Все! Целую! Пока! Настюш! Кончится, кончится, кончится день Столько просто не могут в себе уместить часы Я отправляю сигналы за пределы земли Я готов! Я моргнул! Можно еще раз? Услышал ты? Третий капитал! Спасибо! Здравствуйте! Я ваш новый следователь, Феднев Антон Романович! Очень приятно! Константин Геннадьевич! Я читать умею! Можно Костя! У вас есть адвокат, Костя? Адвокат? Да, честно говоря, я их недолюбливаю, они только деньги попрошайничают, а толку... Так полагается! Двести с лишним эпизодов! Я буду настаивать на аресте! Блин! Прискорбно! Антон Романович, прежде чем вы приступите к таинству обряда, вы можете выслушать мое предложение? Оно касается материального блага, Нина? Нет, ну что вы, я интеллигентный человек, у которого нет материальных благ, нет, здесь, здесь дело касается серьёзной информации. Антон Романович, я вам сейчас кое-что расскажу, а вы меня отпустите по подписку, а не вывести? Не, ну куда я денусь? Правда, я буду ходить по повестке, отмечаться, но зато вы раскроете, ну, крайне серьёзное преступление. Это возможно? Давайте так, арест будет по-любому. Если информация подтвердится, то я изменю меру пресечения. Идёт? В одной из наших больниц воруют людей на органы. Люди билетристику. Короче, схема такая, в больницу привозят человека с амнезией, ну, с потерей памяти. Появляется якобы его родственник, отпознают его, некоторое время ухаживают, а потом вывозят и распиливают. Да там врачи в доле. Прямо так на органы, да? Вот Джессика, на самом деле Жанна, оставила комментарий к твоей статье. Написала, а что мой парень делает в вашем Великозельске? Мужик никого не напоминает? Я, кстати, его машину пробил. Владелец машины Золотов Вячеслав Андреевич, мелкий чиновник, в районной администрации в Москве. И никакого отношения не имеющий, ни к Следственному комитету, ни к Ленинграду. Нет, это должна быть какая-то ошибка. Я отправил запросы. Виву, паспортный стол. Прислали. Смотри. Нет. Нет, этого не может быть. Ты можешь говорить? Да, да, да. Слушай, у меня тут окно образовалось. Я подумала, может быть, мы с тобой к тебе съездим? Куда? Ну, в Калининград. Я давно хотела там побывать, посмотреть на могилу Канта, янтарь пособирать. У меня просто здесь очень много дел. Я не смогу, Настя. А, но у тебя же там мама живет. Или она в Алексине? Нет. Да. Да. Так, может быть, я одна съезжу? Она меня пустит на пару, на чай ездит. Нет. Нет. В смысле, она пустит, но она сейчас не сможет. Потому что она у родственников на Урале. А. Да. Ладно. Жалко. Пока. Настя, ты не подумай, я не специально. Просто самому интересно. Кто же он такой? Зачем он тогда приезжал сюда? А, сам Марин звонил. Представляешь, жена нашлась где-то в Белоруссии. Нет, она не нашлась. Ее Антон нашел. Да не Антон он. Да не Антон! Извините. Извините. Сколько с меня? 150, пожалуйста. 200. Сдачи мне. Спасибо. Вы позволите? Да, конечно. Не заняты? Антон Плетнев. Новенький. А, слышал. Слышал. Очень приятно. Юра. Антон. Давай на ты. Да, конечно. Юра, я видел, к тебе человек приводили. Я ошибся ли это действительно Овалов, Максим? Точно. А что, знаком? Ну, пересекались. Он, по-моему, адвокат. Да, адвокат. А за что его? За мошенничество. Клиентов разводил, урод. Ну, сигналы на него там давно поступали. Опера под него. Бизнесмена одного подставили. С поличным взяли. То есть провокация, да? Ну, грубо говоря, да. Но бизнесмен реальный. Металлами торгует вам. Поэтому судебная перспектива есть. Были подельники у него? Ну, наверняка. И в суде, и в администрации. Дело-то нам поручили, а не МВД. Ешь, ешь, ешь. Хотя под следственность тихо. Ничего, всех приземлим. Да? Да. Ну, а у тебя чего? Да, мне тоже мошенничество отписали. Двести эпизодов. Столько писанины. Антон, у меня восемь живых дел на руках. Вон где писанины. Ты ешь, ешь. Да давай я Павлова возьму. Серьезно, заберешь? Да не вопрос. Слушай, ты... Антон. Конечно. Только шеф скажу. Сейчас пойду, когда... Отлично, вообще, слушай. Давай. У тебя удача. Давай, спасибо. Спасибо, Антон. Давай. Приятно. А? Нет. Нет. Простите. Алло. Лерочка, привет. Дядь Сереж. Я что, звоню? У нас десятого премьера, я тебе место в первом ряду оставлю. Надеюсь, придешь? Ну, я постараюсь. Никаких постараюсь. Без тебя вообще ничего, никакой премьеры не было. Да я тут при чем? Здравствуйте, пожалуйста. Как при чем? А Юру кто привел? А он работает? Конечно, он и сейчас на сцене. Вот жалко, что живет в моем кабинете. Но если спектакль кассу соберет, моему комнату снимем. Обязательно приходи. Жду. Все, пока. Да, до свидания. Это Ленин? Нет, дядя Сережа. А, нет, это Ленин. Видите, как хорошо. Вы все помните? Тихо, 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 тихо. Так, стоп-топ-топ. Давайте, ребята. Теперь пройдем с самого начала. Вот это же не прогон, но все же выкладываемся по-настоящему. Хорошо? Вы уже все знаете и сами, вы профессионалы, мне нечего вам рассказывать. Вы... Ген, ты зерно роль принес? Да. Я проснулся, так он. Пощистил зубы, как он. Я Порфирий. Умница. Ведь вам не надо играть слова Достоевского. Вы живете в Достоевщине. А суть его произведения в том, чтобы довести героев до крайней точки разложения и страдания. И уже в аду, в глубинной бездне ваши герои находят суть. И давайте взорвем этот театр, разбудим зрителя. Ну, в конце концов, мы тварь отражающая или право имеем? Право имеем! Извините. Нет, нет, я сейчас не могу. Я раб... Кто? Хорошо. Да. Да, скоро будут. Ребят, извините, мне нужно срочно отъехать, ненадолго. Но я вернусь, вы пока текст побросайте, хорошо? Все, я скоро. Да. Ну, вот, собственно, он так и оказался в Великозельске. Ты где находишься? Что, электронная? Все равно нельзя. Ну, и зачем он это сделал? Сам у него... При встрече есть, спроси. На, пиши пока рапорт на увольнение. Лучше задним числом. Алфавит ты не забыл? Гляди. Вот, два Плетневых в одной системе многовато. И никому ни слова. Твоим в Калининграде объясним. Ладно, я сейчас... Можно? Не заперто. А Олеся Ильич, вышел? Здрасте. Ну, проходи, тезка. Антон Романович. Вячеслав. Что, Вячеслав? Меня зовут Вячеслав. Извините, что пришлось украсть ваши вещи, но у меня другого выхода не было. Фамилию-то хоть не опозорил? Нет. Вроде нет. А, пиджачо? Не жмет? Да я уж освоился. Подшил немножко и брюки тоже. Не надо курить в помещении. Запрещено. Это уже в образе. Вообще-то такие вещи и в морду надо. Не надо. Не надо. Антон. Слава. А вот я никак не могу понять, ну, зачем ты это сделал? Честно? Не знаю. Может, как-нибудь посидим, выпьем. Расскажу. Ты чего тут? Алексей Сергеевич, я говорил с Жаром, он зашивается, столько дел, а у меня все одно. Давайте я по овалу себе заберу. Там тоже мошенничество. Ладно, прикольно. У тебя на Марусова есть что-нибудь? Да, хоть завтра в оборот. Подготовь справку мне. Ты дописал? Нет, что? В приемной допишешь. Все, свободно, мне работать надо. Летнев. А? Ты. В общем, помалкивайте меня. Слава, у меня премьера завтра в Народном театре. Преступление наказания. Приглашаю. Где? В Народном театре? Да. Ты там в массовке подрабатываешь? Да нет, что сразу в массовке? Режиссер я, театральный. Режиссер? Да. Да нет, спасибо, я театр не очень люблю. Кино, другое дело. Да ты что? Любите ли вы театр, как люблю его я? То есть, всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем иступлением, которому способна только пылкая молодость. Я чувствую, что ты себя нашел. Ну, а ты, Слав, если хочешь, оставайся с Плетневым. А ты? Юля, он был. Не знаю, подумаю. Ладно, счастливо. Счастливо. Плетнев! А? Хе-хе. О! И привыкать не надо. Удачи с театром. Пока. А при чем тут Португалия? Минутку. А почему через Лиссабон? А скидка будет? У меня мили есть. Сколько всего? Всего? Виталий Иванович, я говорила, что вы заняты. Хотя бы сорок евро. Здравствуйте, Виталий Иванович. Следственный комитет. Мы к вам. Где мои деньги? Я не брала. Клянусь Богом, я не брала. Тогда извольте показать карманы. Иначе я посмотрю сам. Сударь, прекратите. Не надо. Я ничего не знаю. Тогда тебе нечего бояться. Ну? Давай. Вы, вы не имеете права. Я буду кричать. Вы не имеете. Чего быка включила овца? Уши свободные нашла. Кончай. Кончай свою животину. Тебя Раккор давно не ставит. Так, Яна, ты же помнишь, да? Сначала заломал. Потом обыскивала. Да. Милиция, полиция. Я попался, Стэн. Я не знаю, клянусь, я не знаю. Все морды с пол. Полиция, утюг на землю. Сидеть, не дергаться. У тебя есть права на адвоката. Я просто пришел забрать свои деньги. Она их украла. Подверь. Молодцы, молодцы, молодцы. Присаживайтесь. Ну, здравствуйте, гражданин Авалов. Славка, ты? Никакой не Славка. А Антон Романович Полетнев. Чтобы вы знали. Да что же ты, ты все это время под прикрытием работал. А как вы думаете, вас поймали? Ну ладно, Славка, ты гонишь? На самом деле, ситуация очень серьезная, Максим Альбертович. Хотите попасть под амнистию? У меня столько денег нет. Для вас это будет бесплатно. Но в первый и последний раз. Где-то я читал, что один приговоренный к смерти за час до казни говорит, что если бы ему пришлось жить на скале, на узенькой площадке, где только можно две ноги поставить и оставаться так, стоя на оршине пространства, тысячу лет, вечность, то лучше жить так, чем сейчас умирать. Только бы жить, жить и жить. Обязательно дождись меня, Сонечка. Обязательно дождись. Всего семь лет. Семь лет это так мало, когда знаешь ради чего. Тебе не кажется, что это все было не с нами? Субтитры создавал DimaTorzok Мужик! Еще? Спасибо. Дорогу, дорогу! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Антон! Привет! Привет. С премьерой. Спасибо. Жаль, ты не пришла. Людям понравилось. Я пришла. Ты хотел мне что-то сказать. А ты поверишь. Олег Сергеевич, можно? Да, проходи. Ну, а что еще случилось-то? Мне надо в Великозельск съездить. Зачем? Ну, доделать кое-что надо. Никаких Великозельсков. Тебе же четко сказали сидеть и не высовываться. Ясно? Ясно, ясно, ясно. Там личное. Пожалуйста. Очень надо. Пожалуйста. Ты только не спеши. Давай побудем здесь. Давай забудем все. Оставим все как есть. Ты только не спеши. Нас снова позовут. Когда настанет день, нас соберут. Все, что имеет значение, Переживет свое время. Тот, кому хватит терпения, Получит сполное. Если живешь ожиданием, Очень быстро сгораешь. Ты же знай свое дело, Все остальное смоет волна. Ты только не спеши. Знай, Когда стоит молчать. Знай, Когда уходить. Когда стоит ждать. Все, что стоит услышать, Ты еще точно скажешь. Все, что стоит ответом, Доживет до заката. Тот, кто горит ожиданием, Очень быстро сгорает. Ты же знай свое дело, Все остальное смоет волна. Все, что стоит услышать, Ну и как там в Москве? Хлопотно. Зато у нас-то чудненько. Вот мэра хапнули. Кто? Следственный комитет. Кто? Вот если б была у меня возможность, Я бы лично руку пожал этому мужику. Какому? Ну, следователю этому из Москвы. То ли Летунов, То ли Плеткин. Плетнев. Че, знаешь его что ли? Слушай, обязательно приветы ему передавай. От всех нас. Во мужик. Наконец разогнал кто-то нашу мафию. И кто теперь у вас будет? Через месяц узнаем. Выборы-то опять вернули. Выборы-то опять вернули. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Субтитры подогнал «Симон» Кончится, кончится, кончится год Еще один год, прошедший под знаком тебя Еще один год, прожитый мимо всего Вернулся, значит Лучшей частью которого были сны Начал Начал Удачи тебе Ну вам Ты так и не ври больше Ночь Субтитры подогнал «Симон» Дима, мне кажется, я тебе уже все сказала А мне еще нет И я тебе тоже Это я, Настя Здравствуй Как мне теперь тебя называть? Антон Плетнев Следственный комитет Москва И это уже правда Прав Да, 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 хорошо, все понял До свидания Да, всего доброго Антон Есть пьеса Автор в топе Может попробуешь? Когда? Да Чем быстрее, тем лучше Ну, вообще-то мы в Таиланд собрались Да? Ну, а чего, перенести никак? Ну, в Таиланде вообще-то сейчас не сезон Мне роль предлагают Беспроб в крутейшем сериале Офигеть! Главное? Не, эпизод две минуты Ну, лиха беда начала, Юр Вообще-то я не Юр Ну, ладно, все равно Ну, поздравляем! Поздравляем! Угу 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 На завтрак пельмени будут, да? Нет, на ужин Ты чего встал? Иди спать Родной ведь Я никогда так много не спал еще Иди И спать. Я хочу принести тебе завтрак в постели. Да ты что? Завтрак в постели, это очень интересный, это такой ответственный шаг. Между прочим, у некоторых народов мира завтрак в постели приравнится к признанию в любви. Ты хорошенько подумал. Конечно, мне нелегко удалось это решение. Да. Я долго думала. Я взвешивала все за и против. И наконец-то я пришла к выводу, что я готова ко всем последствиям. Я за. Иди. Я закончу и приду к тебе. Это кто? А тебе все знать надо. Да. Давай быстро в постели. Привет. А что, готово? Да, вот. Супер. Супер. Это то, что я просила. Спасибо большое. Звоните? Да, обязательно. Будет много раз помощи. Анастасия. 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 Ну, Стюшка, она уже ждет. А что случилось? Дело в том, что ты сейчас самая популярная личность в городе. Ой. Тебя все любят. Ой, ладно. Тебе все доверяют. И что? А у нас на носу выборы мэра. А я-то здесь при чем? Нет. Ириша, мне пора ли освежиться? Да. Ну, и что ты так долго? Так, тут пиноколада не было. Пришлось в линз, в ресторан. Я же просила, поменьше льда. Ты хочешь, чтобы я еще раз бегал? Не надо. Тебя только за смертью посылать. Вот он, свалочь. Забрался в жертву такую. Что думаете, камней в номере нет? Да стопудово. В банковской ячейке. Камни, говоришь? Ага. Давай посмотрим. Ну, здравствуй, любимая. Привет. Виталий Иванович, из отеля позвонили. Наши туристы разборку устроили. Полицейским тоже досталось. В общем, всех задержали, консулы требуют. А какой отель? Гранд-резорт или Титаник? Глория, Виталий Иванович. Глория? Значит, уже до пяти звезд добрались. Ладно, разберемся. Ничего без меня не могут. Машину к подъезду. Бандерология. Машина. Фондю любит тебя. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова